Друзья мои, всем доброго времени. Если меня видно, если у меня слышно, дайте мне обратную связь. 10 баллов, если все хорошо. Так, всех рада приветствовать сегодняшним вечером. Сегодня у нас будет очень интересно, очень продуктивно, потому что мы сегодня с вами налаживаем связь со своими ангелами-хранителями. У нас сегодня будет день сонастроечки. Рада-рада всех вас видеть, чувствовать, ощущать, мои дорогие. Сегодня великолепный будет у вас вечер. Так, сейчас, дайте, я тоже сонастроюсь тут с камерой, чтобы все было хорошо. Так, очень хорошо, очень хорошо, молодцы. Так, замечательно. Давайте поставьте плюсик, кто к нам первый раз пришел. Ну и, соответственно, восклицательные знаки, кто к нам ходит всегда. Плюсик первый раз к нам забежали, не знают у нас, что здесь происходит. Так, отлично. Много-много-много-много-много ребят, которые пришли в первый раз. Я очень рада, мои дорогие, приветствовать всех вас. Очень хорошо, очень хорошо. Так, ну что, тема у нас сегодня шикарная. Сейчас я еще сделаю нам. Спасибо, Ирочка, пишет. Прекрасно выглядите, благодарю, мои родные. Спасибо вам за добрые слова. Давайте сейчас я еще включу мужчины. У нас здесь, ой, какая прелесть, как я люблю, когда у нас здесь мужская половинка присутствует. Это всегда приятно. Фарида, иногда попадаю. Привет, Машенька, привет, мои родные. Итак, мои дорогие, сейчас я тоже еще включу прямую трансляцию ВК. Я иногда буду посматривать в камеру, в другую сторону, поэтому будьте просто... Просто знайте, что там, соответственно, у нас идет прямая трансляция. Сейчас я подключу. Так, чего-то у меня там не подключается. Сейчас, одну секундочку. Доле, много написала я. Так, одну. Ой, подождите, сейчас немножечко. Ага. Так, первый день, все настройка. Сейчас мы немножко уменьшим наш текст и посмотрим. Нет, не хочет. Не хочет. Так, сейчас, секундочку. Сейчас один момент, друзья мои, сейчас я наложу. Вы пока мне напишите следующее. Кто верит в ангелов-хранителей? Поставьте 100 баллов. Кто, соответственно, меньше, но кто не верит, нолик и 50% у кого как. Так, давайте, 100% верю в ангелов. Ноль баллов не верю вообще во все вот это. Ну, про знаки мы чуть позже. Так, не хочет у меня. Так, ну и ладно. Значит, сегодня у нас будет без прямой трансляции. Хотя, сейчас, давайте попробуем, может быть, у меня получится. Сейчас один момент, друзья мои. Пока пишите. Я все-таки упертая такая. Сейчас я так очень хорошо. Нет, не хочет. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и не нужно нам все не выказать. Это тоже, кстати, знак. Постоянно их чувствую. Так, мои родные, очень хорошо. Аннушка пишет. Замечательно. Ну что, у нас три дня с вами будет, значит, связь, как мы будем налаживать, тема, как мы будем налаживать связь с нашими ангелов-хранителями. Мы поговорим много, очень много будем говорить о знаках, как их расшифровывать, собственно говоря, эту обратную связь получать от Вселенной и от ангелов. Итак, первый день у нас сегодня тема будет. Давайте сейчас, значит, подождите немножко. Вот, давайте немного о себе расскажу. Кто меня не знает, меня зовут Полина Сухова. Я психолог-педагог, НЛП-тренер, гипнотерапевт, регрессолог. Это тот человек, который водит людей прошлой жизни и тонкий мир, проводник между тонким планом и нашим, плотным планом. И, конечно же, астропсихолог, мастер по раскрепощению, мастер позитивного и интуитивного мышления. И я еще являюсь экспертом в области науки и этологии, нейрофизиологии, эксперт по метефорическим картам. Ну и много-много чего интересного. И основной мой вид деятельности – это, конечно же, донесение высших законов до людей. Девять книг написала, и девятое из них – правила игры мироздания, как раз о высших законах мироздания, зная которых вы быстро достигнете результата. И есть школа своя онлайн, и, соответственно, оттуда выходит, как я это называю, психологический спецназ. Ребята, которым, вне зависимости от того, что произошло, во внешнем мире им всегда хорошо. Давно уже преподаю, давно уже вещаю. И здесь мне, конечно же, есть чем поделиться, что рассказать. Итак, сегодня первый день. Мы с вами будем изучать такую тему – «Как слышать и чувствовать поддержку ангелов?» 24 часа. Двум счастливчикам повезет очень. В конце занятия они получат по моему каналу ответ на свой жизненный вопрос. У меня канал «Веснознание» развит в большей степени, поэтому вот через этот канал и через инструменты, я сегодня тоже расскажу, о каких инструментах идет речь, как взаимодействовать с ангелами-хранителями или Вселенной, кому как ближе, кто как называет. Тут, соответственно, два счастливчика. Как это будет происходить чуть позже, я расскажу. И на третий день интенсива розыгрыш будет одного безоплатного места на марафон «Что хочет от нас Вселенной» или «Ангельская азбука знаков», который у нас начнется 10 ноября, то есть октябрь, я прошу прощения, но об этом чуть позже. Итак, мои дорогие, тема сегодня – «Живы трепещущие». Вот знаете, на самом деле, когда я вообще делаю опросы на вебинарах, на тренингах, вообще где-то с людьми, с детьми, и я всегда спрашиваю, друзья мои, во что вы верите? Верите ли вы в Творца, в Бога, кто как это называет? Ну, вы знаете, бывает не все. Но сейчас как-то в большей степени многие люди все-таки верят во что-то высшее начало. Многие говорят, я не религиозен, но вот я верю во что-то высшее. Но когда я спрашиваю, что верите ли вы в ангелов-хранителей, отвечают практически 99,9% люди однозначно. Да, я верю, что какие-то силы высшие меня ведут и, собственно говоря, мне помогают. И давайте, и очень часто я рассказываю какие-то интересные истории о том, как ангелы-хранители спасли человека. Вот мне в буквальном смысле сегодня еще в копилочку подкинули одну историю. Я выступала на радио «Пятое измерение», и там я рассказывала как раз тоже эти истории. Тема у нас была тоже, как наладить связь с ангелы-хранителями. И там вот в буквальном смысле мне стали подкидывать эти интересные истории. И одна из которых я рассказываю, когда одна женщина говорит, я иду по улице и собираюсь только перейти дорогу. И вот вроде вышла на дорогу, и машин не было. Прошла несколько шагов, и откуда ни возьмись, вылетела машина. И летит на меня. Я понимаю, что она зависла, говорит, я просто-напросто как бы в шоке таком остановилась и стоит. И я чувствую, что меня просто взяли за плечо и меня отдернули резко. Естественно, это спасло ей жизнь. Она поворачивается назад, а сзади никого нет. И сзади большое пространство. Сзади реально вот пустота. И кто это был, мои дорогие? Ну, вы догадываетесь. И другую историю мне как раз рассказала Наташа Джанити, ведущая радио «Пятое измерение». Она говорит, у меня было так же. Я была в горах, и я чувствую, спускаюсь, значит, по тропинке. А тропиночка в горах, если, знаете, такие бывают очень скользящие, там много щебенки, и ты прям едешь по ним, да? Вот, и когда... Так, 10 баллов поставьте, если я здесь, мои дорогие. Ага, вот 10 баллов поставьте, пожалуйста. А то Николай говорит, Полиночка, вернись, пожалуйста. Так, я здесь, я с вами, да-да-да, это хорошо. Это радует. Так вот, значит, она спускается. Она спускается. Напишите, что я здесь, Николай. А то у него, видно, там какие-то задачки есть технические. Она спускается и чувствует, говорит, я, говорит, просто лечу. И, говорит, такое ощущение, говорит, меня прям просто вот так вот ручки раскрылись немножко, да? И как будто меня под руки кто-то взял, и я, говорит, плавненько-плавненько начинала так спокойно съезжать. И я, говорит, чувствую такую любовь. И я, говорит, поняла, что это меня просто под ручки взяли мои ангелы-хранители и, соответственно, меня спустили. Вот. Расскажите, пожалуйста, бывали ли у вас такие случаи? Напишите, пожалуйста. Мне очень интересно. И в мою копилочку тоже обязательно я вставлю. Особенно в книгу, которая очень скоро будет писаться. Напишите, как вас спасали такие, ну, может быть, какие-то подобные, что-то похожее. Итак, значит, давайте сегодня еще раз тему, зачем налаживать связь с теми высшими силами, кто-то их называет ангелами-хранителями, я их называю духовными кураторами, которые вас ведут по жизни. То есть зачем мы это узнаем? Чем грозит разрыв связи с ангелами-хранителями? Почему они заинтересованы в нашем росте, развитии? У каждого человека на Земле бывают ангелы. И будет у нас практика в конце, как обычно, ангел на плече и практика саностройки с ангелами. У нас вообще сегодня первый день, у нас же заявлена не только связь с ангелами-хранителями, но еще работа со знаками. Эта тема, она очень связана. То есть ее разделить, ну, вообще, это не то, что невозможно. То есть не то, что неправильно, даже невозможно. Потому что наши ангелы-хранители как раз именно через знаки нам подают, дают нам помощь, подсказывают нам и прочие такие моменты. И сегодня день у нас будет саностроечки. Нам очень важно саностроиться с ними, чтобы слышать, чувствовать их поддержку 24 часа в сутки. Итак, мои родные, если вы готовы, то сейчас что мы делаем? Возьмите обязательно блокнотики. Возьмите обязательно ручки. Возьмите электронные блокнотики. И сейчас мы с вами будем записывать, ну, просто по ходу нашей работы, какие-то важные инсайты, озарения. В моем поле, как поле мастера, всегда идет осознание. Осознание чего-то, каких-то уроков. Вот очень многих волнует вопрос. Вот, кстати, давайте слайдик такой переключу. Что же хочет от нас Вселенная? А действительно, через какие-то ситуации, вот мне написала на сайт, замечательная женщина, говорит, что хочет от меня Вселенная? В раннем детстве, да, там начали случаться разные истории. То мама уронила, то потом мама вообще умерла, ушла, да, и потом пошло, 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 пошло. Что я делаю не так, что хочет от меня Вселенная? Вот молодцы пишите, вот молодцы. И таким образом, в конце третьего занятия я, наконец-то, вам дам чуткий ответ на этот вопрос. Чего же хочет от нас Вселенная? И все эти три дня вам будут приходить эти ответы. Именно поэтому нам нужно записывать. Сейчас я обязательно почитаю, что вы там пишете. Это очень важно и очень интересно, то, что вы делитесь опытом. За это вам отдельная благодарность, мои дорогие. Так, отлично, очень хорошо. Давайте я сейчас прочитаю. Ирина пишет. Вот бывали, бывало, я один раз чуть не упала в парнике на железной прутье. Мне кажется, меня удержали в равновесии. Так, очень хороший пример, действительно, так бывает очень часто. Как я вот в предыдущей истории как раз рассказывала. То есть только у кого-то это более серьезным исходом, у кого-то, конечно, ну, полегче. Наташа, у меня утром будет ангел, словно пушинкой в нос щекочет, постоянно ощущая его любовь. Ой, Наташенька, носа, настройка здесь шикарная, поэтому это прям мой респект вам, потому что вы настроились на вот эту волну с ангелом. Это круто. Ира Ветрова. Несла на руках ребенка. Ребенка, наверное, да, Ир? Реденко. И ногой запутала за колесо коляски, начала падать. Кто-то меня взял за плечи и поставил вертикально. Вот, таких случаев очень бывает часто. Да, да, да. Опять же, чтобы вы поверили, чтобы вы действительно прониклись тем, что действительно они есть. Леночка, я сегодня была в дальней дороге, и водитель рассказывал, как его спасли ангелы. Хотя с чего вообще он это стал мне сегодня рассказывать? С чего? Откуда он знает, что я сегодня собираюсь к Полине на мастер-класс? Леночка, ну, пространство наше считывает информацию, очень здорово. Я тоже буду об этом говорить. Видите, и у нас есть дар яснознания, ясновидение, ясночувствование, и мы все это считываем с пространства. Естественно, водитель считал, а потом, ну, решил поделиться, ну, его интуиция сработала. И, соответственно, зачем-то он для, не только, наверное, для вас, еще для кого-то, кто рядом был, это сообщил. Так, Юлечка через сны общается, это здорово. Марина, когда-то в Москве чуть не сорвалась с горы, ангел спас и подержал. Да, вот это вот тоже такие частые истории мне рассказывают. И Наташа, у меня тоже было с машиной, было непонятно, что дорога второстепенная перестала, пересекла главную и вылетела на дорогу. И меня чуть не что-то заставило резко нажать, и тормоза в миллиметрах остановились в проезжей машине. Супер, супер, молодцы. Друзья мои, пишите, пожалуйста, большим раскладом, для меня будет очень, да, 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 вот, полегче читать. Спасибо большое. С телефонов тоже это можно делать. Два раза нажал на кнопочку, сейчас Миша напишет на какой, и будет нам всем счастьем, мне в том числе. Буду вам очень сильно благодарна. Так, Мишель пишет. Упала с дерева на спину, на клумбу. Домашние очень испугались, внизу были булыжники и железные прутья. Все говорили, что спас меня кто-то. Да, 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 да. Это прям, знаете, ну чудо, в буквальном смысле чудо свершилось. Так, и у Люды приходят ответы во сне. Значит, у вас канал хорошо развит, именно через сны. Лена, я пошла ночью гулять, и передо мной упал дворник, а на него мусорный бак. Я поняла, что надо возвращаться. Но это уже знак, кстати, да. Очень хорошо, Леночка, молодец. И у Ульяна пишет. Попали в аварию. Последнее, что помню, голос внутри сказал, закрой голову руками. А перед этим мы садились в машину, и меня кто-то держал, чтобы я села последней. Это подсказки меня спасли от смерти. Да, вот такие, у тебя аж мурашки, серьезные такие подсказки у нас бывают очень часто. И внутренний голос – это один из тех порталов, на которые нужно обращать. Это как раз связь с ангелами. Итак, Лиля. Ангел сильно толкнул меня в сторону будущего мужа. Ай, какая прелесть, Лиля. Это вообще прекрасно. Это очень хорошо. Друзья, мы давайте договоримся так. Кто пишет большим раскладом, того я читаю. Кто мелким – пропускаю. Будет символ вам писать большими буквами. Ну так, мы хорошо сейчас настроились. Давайте еще раз попросим, кто к нам только присоединился. И вообще, ребят, все, кстати, вопросы пишут еще в личку. Я вижу тут. Я обязательно потом попозже почитаю. И давайте сонастроимся. Давайте позовем вашего ангелохранителя, чтобы он был рядом сегодня. Но они и так рядом, если честно вам сказать. Потому что тема, она сама по себе такая. И когда эти темы происходят у нас, да, мы разговариваем на эту тему. Много народу хотят узнать о своих ангелах, как с ними общаться. Они в этот момент, знаете, у них отпуск, они отдыхают. Как я вот называла один свой тренинг, у нас был в Джанхоте, значит, подарок для души или отпуск для своего ангелохранителя. Почему? Да потому что в этот момент им не нужно до вас стучаться. Они, вы их начинаете слушать, и вы, собственно говоря, к ним начинаете как-то обращать взор, и начинаете смотреть, начинаете слушать внимательно. И вот таким образом они сейчас отдыхают. Они, знаете, всегда в радости вот прям хлопают в ладошки то, что действительно, наконец-то, они начинают с вами взаимодействовать. И сегодня, еще раз говорю, наш вебинар, он посвящен самостройке, хорошей, такой замечательной, качественной, добротной, для того, чтобы вы их мало того, что ощущали и чувствовали, и знали, что они есть, да. Ну, даже кто не видит, не слышит, не ощущает, вот достаточно просто знать, что они рядом, и таким образом вы будете всегда, ну, это вселяет что? То сейчас вот как раз мы перейдем к следующему слайду, и мы узнаем, чем же плохо, когда у человека отсутствует связь с самыми хранителями, чем хорошо. Ну, а сейчас я потом тоже расскажу о своем таком интересном знаке, послании от своих ангелов, от своих духовных кураторов буквально пару дней там назад. Это так забавно было, значит, как полтергейст. Ну, в общем, так смешно было и приятно. Так, молодцы. Друзья мои, значит, друзья мои, я хочу сказать следующее, что мы здесь, люди, на земле находимся за стеклом. Вот, друзья мои, пишите, пишите, пишите вот эти все свои истории. Почему? Во-первых, скоро будет книга моя, она уже пишется, да, она будет издана про знаки. И вот эти все истории, Миша, Ирочка, а не куратор, Михаил Сухов, Ира Сухова, и я вас прошу, вот самое интересное, пожалуйста, их сохраните. Это мы тоже в книгу внесем, я думаю, что ребята все будут только за быть в этой книге. То есть, представляете, ваша история попадет в эту книгу. Надеюсь, вы все добро даете. Если добро даете, поставьте плюсик. Если кто-то говорит, я не хочу, чтобы это, соответственно, минус поставьте. Так, очень хорошо, поэтому пишите, пишите, самые интересные вот эти ситуации мы обязательно возьмем. Миша и Ира, обязательно сейчас скопируйте это. Спасибо, мои родные, спасибо, я так и знала. Ну, а кто против, так напишите, я не хочу. И мы тоже уважаем этот выбор. Итак, давайте немножечко расскажу вам о следующем. Мы здесь люди, во-первых, кто верит, давайте поставьте 100 баллов, кто точно верит, что душа вечна, и мы сюда приходим многократно. Ну, не только сюда, а вообще воплощаемся в плотном теле. 100 баллов, верю, что я вечная душа. 0 баллов, соответственно, не верю. Один раз я пришел, ну и, собственно говоря, уйду, и больше меня никогда не будет. Это вот тоже некая статистика, только я всегда ее изучаю, и мне очень важно ваше мнение. Отлично, очень хорошо. Муации практически все 100% верят. Вот Мишеля, триллионы сексильоны. А кто не верит, знает. Это прекрасно, это замечательно. Да, это супер. Так вот, я тоже с детства всегда знала, что у меня есть там елохранители, что я вечная душа, и я всегда с ними разговаривала. И у меня всегда, я задавала вопрос, какое-то пространство вселенной, мне приходил ответ. Ну, а потом оказалось, что это канал Яснознание, у меня так работает и очень хорошо. Причем какие-то сложные вопросы я задавала, и мне всегда приходили ответы. Рада приветствовать всех-всех-всех мужчин. Здорово, мои дорогие. Ну, так вот, мои дорогие, как регрессолог, я хочу сказать, что все люди, которые приходят сюда на Землю, они экстремалы. Души, вернее, в человеческом теле. И мы сюда приходим за двумя вещами, как я это рассказываю, за опытом, за тем, чтобы развиться как личность этого воплощения и, соответственно, улучшать пространство, наше общество, нашу планету через свою специализацию, через свою деятельность, через свои продукты, через свои услуги. Это два самых главных направления для души в воплощении, в плотном воплощении. Все вы здесь экстремалы. Просто души такие, которые немножко побаиваются, такие, знаете, немножко, как это сказать-то, не обидеть, их, которые сюда не ходят. В общем, сюда приходят только те души, которые реально хотят. Вы знаете, кто любит с парашюта прыгнуть? Я недавно прыгала, да, такие экстремалы. Вот я экстремалка. Не только я здесь в человеческом теле экстремалка, но еще как душа экстремалка, соответственно, сюда пришла. Вот вы тоже как души экстремалы. Некоторые души приходят сюда, такие молодые, они еще не понимают, что они делают. Как я первый раз прыгала с самолетом, я вообще не понимала, куда иду, на что подписываюсь. Это вообще интересно было наблюдать за собой своими реакциями. В общем, мне очень понравилось. Обязательно это повторю в своей жизни. То же самое у нас здесь с нашим воплощением. Так вот, мои дорогие, когда мы сюда приходим, во-первых, когда мы уходим из духовного мира, мы всегда знаем, помним о себе, как в душе, кто вы, откуда пришли, с какими задачами вы сюда пришли. То есть у нас есть контракт души. То есть прямо в буквальном смысле вот мы накидали. Кто мы, что мы. То есть вы и так помните там, как душа, кто вы. А что мне нужно сделать? По отношениям, по специализации, по профессии и прочее, прочее, прочее. Сейчас, сейчас, сейчас обязательно на вопросы отвечу, мои дорогие. Если я не отвечаю на вопрос какой-то, вы его скопируйте и потом в чат опять добавьте. Я обязательно отвечу. Так вот, когда мы сюда приходим, естественно, у нас амнезия. Мы практически ничего не помним о себе. Такие какие-то вспышки, какие-то немножко моменты. Детки больше помнят, до 7-8 лет у них открыты энергоинформационные барьеры. И, соответственно, они с большим удовольствием нам вещают из тонкого плана что-то о будущем, что-то о прошлом, что-то о себе. Из каких-то своих прошлых жизней дают нам какие-то отрывочки интересные. Вот. А потом мы все это чудесненько забываем. И вообще суета, шаблоны социума, чужие программы нас, можно сказать, полностью блокируют. Так вот, здесь мы находимся как бы за стеклом. То есть наши духовные наставники, гиды, наши духовные группы, они нас четко видят, слышат, ощущают, они нам помогают. Но мы их не слышим. Это, помните, вот шоу было за стеклом в начале, по-моему, 90-х у нас, да, я уж не помню. По-моему, 90-е это, да. Когда поселили группу определенную за стеклом, да, Большой Брат это еще называется. И, ну, сейчас как Дом-2 в России, например. И, значит, там их снимают. Они уже забыли, собственно говоря, что их смотрят, люди проходят, потому что они же этого не видят. Ну, они как бы знают, но уже как бы не обращают на это внимания. Ну, их вот так за ними присматривают. Ну, вот мы точно так же здесь за стеклом находимся, а за нами наблюдают. И вот один раз я сводила замечательно своего знакомого в регрессию, в Тонкий мир, на Совет Мудрецов. Это вот как раз духовные группы, которые нас ведут по жизни. И он там осознал, что действительно за нами постоянно присматривают. И он, знаете, немного осознаний какое было. Он говорит, мне так стало стыдно. Они же знают все. Я говорю, ну да, вообще-то да. И вот это то же самое, как за стеклом сидишь. Вот эти сидят, они уже что-то делают и уже забыли. А все же смотрят, особенно те духовные кураторы, ангелохранители, которые, собственно говоря, присматривают за вами. И вот стало ему стыдно. И вот с тех пор он очень следит за своей кармой. Он и так, собственно говоря, с кармой дружил, но вот это стало более пристальное внимание к самому себе. Это, на самом деле, хорошее осознание. Так, сейчас я прочитаю ГНМ. Полина, правда, что перед днем рождения где-то за месяц ангелохранитель покидает нас, а после возвращается. Вот, мои дорогие, этот вопрос мне уже задавали много раз. Мы задавали, конечно, его духовным кураторам своим. И всем студентам я специально отдавала задание. Мои дорогие, сходите на совет мудрецов к ангелохранителям. Ангелохранителя обязательно в практиках, техниках вызовите своего ангелохранителя и спросите у них, правда ли это, нет. Ну и, конечно же, мы делали такое исследование. Конечно же, это какая-то байка, это какие-то такие шаблоны. Где-то кто-то какую-то программу пустил, люди на это ведутся. И нет такого, чтобы мы оставались без их присмотра. Другой вопрос, вы их не слышите. То есть, действительно, вы закрыты от них по каким-либо причинам. И, соответственно, давайте как раз к следующему слайдику перейдем. И вы их не слышите, но они всегда с вами. Они всегда рядышком на подхвате. Иногда они не помогают. Почему, какие причины, как раз давайте мы рассмотрим. Это, значит, чем грозит разрыв связи с ангелами. То есть, вот как? Вот, по сути, они со своей стороны, они всегда готовы. Они рядом, они на подхвате. А вот мы их очень часто не слышим, не видим, не понимаем. Так вот, как бы это игра в одни ворота получается. И как вы думаете, чем грозит, вот если человек не видит, не слышит ангела. Кстати, очень часто многие пишут, Полина, все слышал, видел, что-то случилось, я не вижу, не слышу. Что случилось, я вообще не понимаю. То есть, человек прям как бы волнуется очень сильно. Как вы думаете, чем же грозит разрыв связи с ангелами-хранителями? То есть, со стороны человека. Еще раз вот это вот прям вам подчеркну. Да, 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 будет запись обязательно. Если сейчас у нас нет возможности посмотреть, то, соответственно, завтра будет ИВК. Я думаю, что мы выложим. Ну да, выложим. И, соответственно, в подписке. Миша, скажи, чтобы подписывались на YouTube, на канал, дай ссылку, пожалуйста, и, соответственно, на наш сайт. И тогда вы будете получать все материалы. Так, Вика, нужно ли крестить ребенка, чтобы у него появился ангел? Или они априори у всех всегда независимы от вероисповедания? Мои дорогие, еще раз давайте. Ангелы, вот запишите это, пожалуйста. Ангелы есть у всех, всегда. Разное количество, разные, можно сказать, тоже религиозные направленности. Это действительно так. То есть, ну, и есть еще духовные кураторы, есть вообще на самом деле большая разница между ангелохранителями и духовными кураторами. Есть такие, знаете, статистические общие, сейчас объясню. Очень часто, например, человек молится каким-то религиозным, значит, ангелы, архангелы, святые и прочие, да, прочие, 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 вот такие всякие у нас известные духовные, духовным существам. И, ну, есть у каждого человека просто отрождение его духовные кураторы. То есть, вот есть религиозные, у нас есть эгрегоры религиозные, это такие полевые социумы, как это называю, которые, собственно говоря, здесь человек вырождается и входит в них по определенным мировоззрениям. А есть личные духовные кураторы. И вот когда, например, вы молитесь религиозному какому-нибудь, у иконе какой-то, да, просите что-то, соответственно, это, знаете, как прийти, и есть врач общей направленности в больнице, и у него очередь большая, например, ходят там к разным святым, и вот очередь большая, и большая просят чего-то. Это такой общий есть врач, условно, который, когда еще очередь дойдет до него, еще неизвестно. А есть ангелы, хранители, духовные наставники ваши личные. И прежде чем сходить туда, да, вы обратитесь к своему, он же рядышком, представляете, вот он всегда 24 часа рядом, просто мы не верим, не слышим, не чувствуем и прочие моменты. То есть все-таки есть большая разница. И моя рекомендация всегда, вот, ну, будьте рядом со своими-то. А Миша, еще, пожалуйста, скопируй, пожалуйста, все вот эти вопросы, которые сейчас ребята скидывают. Так, так чем грозит-то вот этот разрыв, мне кто-нибудь написал или нет? Мариночка пишет, вряд ли возможен разрыв с ангелами, вот. Они нас никогда не покидают, а вот отказ осознавать эту связь бывает. Если такой отказ есть, то человек добровольно отказывается от поддержки высших сил. Да, да. Мудрейший ответ Мариночке, вот прям низкий поклон за ее вот эту версию. Это действительно так. И так, Наташа пишет, по дороге на работу что-то заставляет посмотреть в сторону. Вижу, сидит маленькая птичка, дикая, не улетает, чтобы они убили. Вороны забрала с собой, напоила водичкой, она встрепенулась, идея ее выпустила. Ощущение необычное до сих пор. Отлично, молодцы. Как его слушать? У нас в конце будет практика, техника. Обязательно мы сегодня сходим в нее. И вы, кто не видел ни разу, вы его увидите или почувствуете, или услышите. В любом случае, даже для тех неверующих, кто не видит, не слышит, ничего у них не происходит. Вы в любом случае поставим намерение, это произойдет. Эта связь будет с вами. Эта связь наладится. Ангелы всегда рядом. Это же не роуминг. Лена молодец, ты же классно сказала. Ангелы говорят, если не слышишь, то ищи сам ответ. Вот. Яночка еще хорошо сказала. Мне это очень нравится. Ответ на самом деле, очень часто действительно нам не дают ответы прямые для того, чтобы мы просто-напросто проявили какую-то самостоятельность и инициативу. Это очень важно. Так вот, нет связи с ангелами, вы не слышите их подсказок. Вот здесь я нашла хорошую картинку. Еще нового ангела, хранителю моего сдали нервы. Вы знаете, и когда нам показывают тонкий план, и некоторые клиенты действительно, наконец-то они увидели, услышали своих ангелов, они, знаете, как выдыхают. Фух, наконец-то я эту связь наладил. И действительно, ангел-хранители думают, люди это что-то такое прям, те существа, которые не имеют чувств, не имеют нервов и прочие моменты. Да, конечно, у высших духовных существ, у них немножко по-другому все это выглядит, но на самом деле, друзья мои, они очень даже... Там, во-первых, есть ангелы-стажеры, которые только-только приступили к своим занятиям, они тоже обучаются, они тоже развиваются, они тоже налаживают, ну как бы... То есть, ну... Есть иерархическая такая лесенка ангелов-хранителей, духовных наставников, которые тоже обучаются, они обучаются вместе с нами. И, соответственно, они так же ошибаются, и, соответственно, над ними есть тоже духовные кураторы, которые им помогают. Да. Наташа говорит, ох, как увидеть хочется. Ну, давайте до конца вебинара сидим, вникаемся, настраиваемся. Если вы будете все время говорить, ангел-хранитель будет со мной рядышком, побудь со мной. То есть, вот, например, когда какие-то сложные ситуации, я всегда их призываю. Но только у меня нет такого, знаете, как вот некоторые там... С таким псевдопочтением там и прочее. Я все время их, ну, потому что я с ними постоянно общаюсь в тонком плане, когда мы ходим в сеансы регрессии на Совет Мудрецов, и, собственно говоря, я их вижу, очищаю, мы с ним разговариваем, ну, как это старшие мои коллеги. То есть я вот с ними уважительно, но это старшие коллеги. Я всегда говорю, ребят, слушайте, что-то мне как-то мое тело взгрустнуло, да, что-то оно у меня фонит, да, помогите мне, ну, кройте меня там энергетической шалькой, дайте мне энергию, дайте мне силы, я вас благодарю, обязательно всегда благодарю, начинать на нас благодарности. Вот, и помогите мне, пожалуйста, да, будьте рядышком, просто вот полежи со мной или посиди со мной, или просто укрой меня какой-то, да, хотите, называйте это крылышками, хотите какой-то энергетикой, и действительно это бывает сразу, моментально, буквально, как только попросишь. Именно ангелы предупреждают, слышу, игнорирую, принимаю решение, затем осознанно, что подсказка была, было. Но я проигнорировала, называю это здравствуй, грабли, это снова я. Это называется, да, у нас будет четыре у него предупреждения, мы послезавтра об этом поговорим, поговорим о предупреждениях, да. И Вика пишет, разрыв связи с ангелами, это все равно, что лишит части тела. И Вика хорошо сказала, здорово. А Лена говорит, Полина, как ты думаешь, ангелы отчитываются в своей работе? Конечно. Ну, как вам сказать, всегда у нас есть высшее начальство, руководство, соответственно, рано или поздно мы предоставляем какой-то некий отсчет. А что мы, собственно, сделали? Также душа, когда приходит тонкий мир на совет мудрецов, она же приходит куда? Да, вот мои студенты многие знают, на курсах регрессии, прошлой жизни, духовный мир, предназначение. Мы куда ходим? Приходим на совет мудрецов, и там у нас идет разбор полета. А что ты, родной, сделал? Ты же запланировал определенные какие-то действия, какие-то определенные ситуации должны были произойти, как ты их выполнил? С тем расчетом, как ты хотел наилучшим? Или что-то не получилось? То есть, по сути, свои мы предоставляем отчет, когда приходим на совет мудрецов по своему контракту души, и, конечно же, наши духовные наставники делают это однозначно. Наташа, правда ли говорят, что их нельзя по мелочам дергать, только по важным вопросам? Вот это вот здесь наоборот, мои дорогие. Я всегда говорю следующую фразу. Сколько мы спрашивали у духовных наставников, они говорят, кто смотрел... Миша, обязательно скопируй все вот эти вопросы, это очень важно. Значит, кто смотрел мой тренинг в Джанхоте, я выкладывала в сторисах, в моих сетях. Мои дорогие, подписывайтесь на мои сети, ведь я столько выкладываю интересного материала с прямых наших трансляций, тренингов, курсов, марафонов, с других каких-то мероприятий. И там нам как раз одна девочка, я ее сводила в сеанс регрессии. Духовные наставники нам там донесли следующую мысль, что когда мы не просим, мы вообще не взаимодействуем плотно с духовным миром, с ангелом-хранителем, то тогда получается следующее. Они выполняют те обязанности, которые они должны выполнить на автопилоте. А когда мы их просим, причем по каждой мелочи для них это как праздник. Да, Маша говорит, я смотрела, мне очень помогло. Это как праздник. По сути своей у них проявляется творческий подход. Они потирают ручки. Вот так, отлично, мы взаимодействуем вместе, и сейчас мы как-то вот очень хорошо творчески подойдем. Человек когда обращается к ангелам-хранителям? Сейчас, Ирочка, сейчас Михаил скинет соцсети, и подписывайтесь обязательно в друзья. И там сначала, ну, то есть комментарии можно писать, если вы добавитесь только в друзья. Инстаграм, ВК, Фейсбук. Так вот, мои дорогие, когда, значит, с человеком происходят какие-то несчастья, что-то нам очень тяжело, какие-то действительно у нас трешевые ситуации в жизни, мы куда летим? Мы начинаем сразу просить высшие силы, кто-то в церковь, кто-то к иконам прикладывается, кто-то, ну, у кого как, по разным вот этим стереотипам общества, мы начинаем сразу же просить помощи. И по-серьезному. А очень многие люди говорят, что я буду просить ангелов по мелочам. Это прям, знаете, шаблон. У нас же, когда мы ходим в сеансы прогрессии, ангелы говорят одно и то же. Говорят, да просите нас по всякой мелочи. Именно, вот, знаете, это взаимосвязь. Например, вы боитесь водить машину. У меня девочка говорит, слушайте, боялась. Я, говорит, взяла и сказала, слушай, ангел мой, сядь рядом, вот, чтобы ты меня как-то контролировала, помогала, управляла и прочий момент. Говорят, только его посадила, попросила, он сел сам. Говорят, я чувствую энергетику, я чувствую такое спокойствие, такое блаженство. И моментально, собственно говоря, она быстро научилась спокойно водить машину. Потом, говорит, муж дал дорогую, красивую машину. А мне, говорит, маленькая такая, я на свою привыкла. Тоже, говорит, страх. А я, говорит, опять вспомнила, говорит, что же я боюсь-то. Раз, и, говорит, давай садись. Сели, поехали, все прекрасно. Также вы можете просить какие-то мелочи. Например, вы едете куда-то, и там парковку вам нужно. Бросим парковку. Нужна погода. Я всегда заказываю погоду. Причем я так проскакиваю. Вот в Монголию ездила в Шамбулу, там залили, там вообще сели, там вообще чего-то там все смыло. А мы как-то проскочили вот так, никаких дождей, ничего, все было замечательно, все хорошо. И чем больше значимые фигуры, тем, соответственно, для вас будут делать лучше условия. Потому что здесь, конечно, не будут из одного у вас убирать какие-то дожди, тучи и прочее. Но если действительно вы как миссионер едете куда-то, и что-то у вас, что-то значимое для многих, большого количества людей, соответственно, они сделают это наилучшим образом. Предпочтение дадут вам, а не тому человеку, который просто по каким-то своим хотелкам чего-то заказывает. То есть здесь всегда учитывается, здесь много вариантов событий, и кому что предопределено, тому это и будет выполняться. С учетом многозадачности тех людей, которые с вами рядом. Так, Лена говорит, погода тоже, прошу, помогает всегда. Да, 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 да. Так, вот, Лена, у меня был такой опыт. Я была беременна на седьмом месяце, переходила дорогу, был страшный гололед, и дорога под наклоном. Я подскользнулась и начинаю ехать. На мягком месте по дороге вниз ставить невозможно. Очень скользко. В автобусе идет, едет на горке, тормозит не так, так, так. Ага, ну я поняла, что помогли, да? Значит, у нас завтра будет вебинар, как мы будем просить помощи. Это я чуть-чуть коснулась этой темы. Она очень важна для нас всех, и, конечно, мы же ее завтра разберем. Приходите в 19.00. Сегодня, смотрите, давайте мы до конца, все-таки я вам тему-то расскажу. Итак, связь со своей душой. То есть, давайте, вот у нас слайд был, нет связи с ангелом и хранителем, вы не слышите их подсказок. А если есть у нас связь с ангелом и хранителем, соответственно, вы очень быстро находите тот, тот, ту дверь, которая, собственно говоря, сразу ведет наилучшему результату. Например, да, есть несколько вариантов развития событий. Пойдете направо, да, будет хорошо. Пойдете налево, да, собственно говоря, непонятно чего. И вот такой пример. Я его всегда привожу, но он очень показательный. Мужчина, предприниматель, у него должна была сделка быть, такая серьезная. Ему по-всякому ангелы-хранители, знаки показывают, не надо этого делать. То ему перекрывали, значит, встречу. То есть, он не мог вовремя приехать, постоянно что-то мешало. Вы знаете, вот чувствуешь, что-то вы начинаете делать, и в буквальном смысле, каких-то очень много препятствий. Я помню, как меня от одной работы, когда я еще не была тем, кем я сегодня являюсь, миссионером, еще вообще даже не психологом, и только изучала высшие законы, как меня, и я устроилась на работу. Курьером развозила, развозила обыкновенные телефоны, и буквально, в смысле, каждый день у меня что-то случалось. Каждый день, мои дорогие, первый день, это буквально вроде мне сказали, да, все хорошо, приезжайте на, значит, на, как это называют, на собеседование, все замечательно, как бы все, все прямо, знаете, складывалось, с одной стороны хорошо, с другой стороны я еду, и трамвай мой остановился, а перед ней оказалась авария. То есть, в буквальном смысле, меня вот остановили. Мне пришлось выйти из трамвая, и пришлось бежать, аж даже где-то, вот, потому что я не доехала где-то минут 15, и бежала, чтобы не опознать на собеседование. Вроде меня взяли, все хорошо, на следующий день я прихожу, значит, туда подхожу, мне не пускают в турникет. И я думаю, так, интересно, а я уже тогда работала со знаком, мне было интересно сделать эксперимент над собой. Долго я не могла пройти внутрь, никак, ни телефоны не отвечали, сотовые, я звонила, значит, чтобы меня пропустили. Городской то же самое. И вдруг я как-то проскальзываю, прихожу, значит, туда наверх, мне говорят, что же вы так первый день, а вы опоздали. То есть вот, ну, как так? Ну, я говорю, так я звоню вам, а у вас телефон не работает. Я говорю, дайте посмотреть ваш телефон. Мои дорогие, они дают, то есть я даю телефон, а я вчера с ними по этому телефону разговаривала. Они говорят, здесь нет цифры. Я смотрю, и действительно нет одной цифры. И я говорю, ну, как этот, знаете, вот у меня челюсть вот так отпала, потому что я с ними, у меня больше нет другого телефона. Да? То есть это в книжке, книжке, из книжки, из этого телефона пропала, ну, записной книжки, книжки, где у нас, да, все контакты, и исчезла она цифра. Я не могла дозвониться, это было уникально. И вот на меня, конечно, посмотрели так немножко чего-то там, чего это я как-то, ну, отмазку такую делаю, да? На следующий день я, значит, работала, и я все время резалась бумагой. То есть это было уникально. У меня текла кровь, она не переставала. Знаете, как-то неприятно, когда ты порежешься, такой маленький порез, но он такой больной, да? Я истекала кровь, я думаю, так что это за знак, истекай кровью буквально. Это вот было действительно очень интересно. Потом у меня, значит, на следующий день меня, я обсчиталась, но мне деньги потом вернули через два дня, если вы ни у кого ничего не приватизируете, без, ну, то есть, условно говоря, не воруете, то, соответственно, вам придут эти деньги. Так оно и произошло. Но в итоге я экспериментировала так восемь дней, на девятый день у меня все жестче и жестче было, я думаю, ну, интересно, а чем же это дело закончится? Я понимала, что мне нужно уходить оттуда. В итоге, что произошло? Последний день произошла, ну, последний день, когда я уже решила, что я ухожу оттуда, произошла авария. Я попала в аварию автомобильную, такая легкая-легкая потертость в автомобиле, и, собственно говоря, на этом мои эксперименты закончились. Я ушла оттуда. Так вот, я вернусь к мужчине, которому предупреждали, что его, что сделка только, а он хотел сделать, купить фирму. и все знаки показывают, что не надо это сделать. И в день сделки перед ней он ломает ногу, в буквальном смысле он не может дойти до этого места, он очень разочаровался, он очень переживал по этому поводу, но через несколько недель он узнал, что просто-напросто эта фирма стала банкротом. И счастья у него не было предела, потому что он был рад вот этому, что произошло. Ангелы, когда вы не слышите их подсказок, они жестко начинают вам... Вот про предупреждение мы с вами будем говорить послезавтра. Вот, да. Итак, мои дорогие, значит, если мы слышим ангелов подсказки, мы разгадываем, умеем разгадывать знаки, вот эти послания от Селены, то мы сразу выходим в ту дверь, где мы должны быть в буквальном смысле. И вот очень хороший пример, я сейчас вам расскажу, это моя студентка мне написала, сейчас, я на секунду включила, она привела такой пример, пишет она мне, Наташа, Полина, добрый день, нужен совет, я работаю с девочкой. Она у меня на курсе, как раз на курсе регрессии, по-моему, или предназначения, я уже не помню, но сам смысл, что вот она делится тем опытом, то есть она спрашивает вопрос, она работала с девочкой, которой 12 лет, первоначальный запрос был запор, из-за которого ребенок не может сходить в туалет по неделе. Сначала прорабатывали блоки и страхи, потом попросила поработать остатки страха и попала в свою прошлую жизнь и жизнь между жизнями, но это девочка. На прошлом сеансе попросила посмотреть, что было перед этим воплощением, мама тоже просила об этом, потому что девочка настаивала. Я сводила ее, и сеанс получился интересным. Теперь девочка свободно общается со своими ангелами. Проблема со здоровьем решилась сама собой, но сегодня мама написала мне и попросила срочно встретиться, сказала, что происходит какая-то мистика. Сегодня Даша писала работу по Олимпиаде по английскому языку, и в ней явилось 10 ангелов. Она очень спокойно все написала, на уроке истории учительница спросила, кто пойдет на Олимпиаду, и тут вдруг появилось много ангелов. Они хотели, чтобы Даша согласилась. Она никогда не увлекалась историей, и надо сказать, что у нее нет друзей в классе, и они, то есть она ни с кем особо не общается, вполне самодостаточно. Любит читать, не нуждается в друзьях, как-то сама по себе. И вдруг почти все дети в классе обернулись и стали говорить, что пусть в Олимпиаде участвует Даша. Ее это очень сильно смутило, такого никогда ее жизни не было, она согласилась. И я с ней пообщалась, она говорит, что постоянно чувствует или видит, что ее сопровождают ее духовные группы. Я ей сказала, чтобы она спрашивала, кто они, то есть есть специализация этих духовных групп и прочие моменты. Так вот, Олимпиаду Даша провела самым лучшим образом, и когда она спросила перед Олимпиадой своего духовного наставника, пришел один, который обычно приходит и общается, и помогает ей. И, конечно, он сказал, что обязательно поможет, но чтобы она училась сама. И девочка сейчас в состоянии полного счастья, ведь ее жизнь вдруг превратилась в сказку, о которой она даже не мечтала. Это говорит о том, что если мы как раз на связи с ангелом и хранителем, мы их видим, чувствуем, ощущаем и знаем, то, соответственно, вот такие состояния внутри веры. Еще одна история интересная. Сейчас вот как раз вот тоже у нас интересно, мне девочка написала, много мне пишут, кстати, по связи с ангелом и хранителем. Вика говорит, разве у регрессии нет критерий 18+, нет, мои дорогие. Есть очень хорошая книга, ой, как же она называется-то, «Дети помнят прошлой жизни». Кэрол, Кэрол, Боэм, по-моему, Боэм. Фамилию точно не помню. И она как раз рассказывает, как она работает с детьми. У нас, собственно говоря, тоже ребята работают с детьми, и дети очень много, многие помнят прошлой жизни. Просто нужно уметь с ними работать. Здесь нельзя такими методами, как со взрослыми работать. Все-все. Здесь на самом деле все детки, они до 7-8 лет помнят. Они много рассказывают. Только дети, то есть родители, они считают это за фантазией. И, соответственно, начинают говорить, да ты нафантазировал, то есть они блокируют, вот у детей появляется страх, они больше перестают, они перестают вообще рассказывать. Поэтому здесь очень, не то, что можно ли, нужно, да, Кэрол Бо, точно, в прошлой жизни детей. Да, да, да. Спасибо, Катенька. Очень хорошо. Почитайте. Очень интересно. Я тоже оттуда методики взяла, и ребята практикуют. И вообще нужно детям очень рассказывать, особенно, сейчас очень много талантливых детей. Кристальные, радужные, индиго уже выросли, в большей степени они уже взрослые. И, соответственно, если бы вот всем нам с детства, кстати, было у славян, но это было несколько тысяч лет назад, обязательно до пяти лет ребенок должен был вспомнить все свои основные прошлые жизни, которые ему актуальны. И специально были такие учителя и методики, которые, собственно говоря, давали воспоминания, то есть активировали эти воспоминания. И, соответственно, человеку проще с этим жить, когда ты видишь, знаешь, чувствуешь, ощущаешь. И это если правильно, потому что если просто ты вспомнил без помощи вот этой изне, специалист, соответственно, это может навредить. Ты можешь помнить обиды какие-то, может быть, помнить ненависть, кто тебя ненавидел, кого ты ненавидел, и это может мешать. Но если со специалистом, то, соответственно, может это все правильно человеку помочь. Если это негатив, то утилизировать. А вообще, на самом деле, прошлых жизней это ресурс. Мы очень много ходим в прошлую жизнь, и там берем этот ресурс в первую очередь. Инна. У меня сын во сне называл одно и то же имя, провели заход в прошлую жизнь и поняли, что у него кармический долг к той личности, в душе был. После этого все прошло. Вот. Очень хорошо. Инна, хороший пример. Итак, вот хороший еще пример. На связи с вам гуманом-хранителем подсказки с Линой со всех сторон. Мне написала, я же не помню, кто. Пишите, здравствуйте. Девушка, это точно. Всегда, когда есть время, смотрю или слушаю вебинары, Полина очень познавательно, немного стала видеть знаки, была сложная ситуация, недавно в отношениях открыла контакт и запомнилась одна фраза. Скоро испытание закончится, и все встанет на свои места, в точку. Вроде сдвиг пошел, еще попались люди, которые говорили с точностью, что все решится положительно, и стало им верить. Знаки во сне тоже сбылись, правда, к болезни. Еще учусь просить помощи ангелов-хранителей, мыслить позитивно, работать с эмоциями. Когда посещают негативные мысли, стараюсь перестраивать и говорить, что все будет хорошо. Очень нужно полезный вебинар. Так вот, мои дорогие, давайте я вам главную вещь, еще две главные вещи расскажу. Почему духовные кураторы заинтересованы в нашем росте и развитии? Ну, во-первых, есть иерархическая лестница. Они, если достучались до вас, если вы их услышали, если вы по их подсказкам пошли, то, соответственно, это как бонусы, плюсы. И, соответственно, они растут, они выходят на ступенечку выше. То есть есть некая такая иерархическая ступенька высших духовных сил, духовных групп, где ты проходишь, ну, как некий тоже экзамен, ты обучаешься этому, взамен действовать здесь с людьми, и таким образом ты выходишь на другой уровень. То есть они очень заинтересованы вот в этой очень тесной связи. И вообще, кстати, все мы тут призваны будем чуть позже уже быть на связи всегда. То есть, как я говорю, учитесь быть гражданами двух миров, тонкого и духовного, и, конечно, плотного здесь. И кто на этой связи, он постоянно имеет прежде всего, да, это вот эту духовную внутреннюю силу. Например, ко мне обратилась одна женщина, я была в горном Алтайе, и там мы в далекой-далекой, на Телецком озере приехали. Край, это был кордон, такой самый западный, ой, самый южный, не западный, ну, не важно, там юг-запад, самый такой, знаете, где практически там только по воде можно доехать. Кордон билет, да, Машенька, да, 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 билет, конечно. Вот, и там Наталья, и, кстати, у нас оказалось, что мы одного практически с ней знака, у нее 9 мая день рождения, и у нас разница 12 лет, она на 12 лет только у меня постарше, мы это узнали, и действительно мы на одной волне с ней разговаривали. Так вот, она там, как хранительница этих мест, 25 лет, да, я знакома с ней, я в этом году была там, так вот, мои дорогие, я была там, сколько, два года, ну, два года там назад, да, летом, и она как раз, ну, мы с ней периодически списываемся, созваниваемся, ну, связь такая плохая, и она мне говорила о том, что год там назад мне как бы хотят отобрать свое место, и, собственно говоря, там она очень волновалась по этому поводу. Я говорю, давайте я свожу духовный мир, вот смотрите, мир тесен, как интересно, как пересекаются, да, знакомые, и, значит, говорю, давай свожу, он говорит, я не могу, у нас телефон здесь плохой, говорю, давай тогда я со своим специалистом схожу в тонкий план, и мы там с твоей духовной группой поговорим. И мы записали этот сеанс, и потом я дала ей прослушать, и только прослушивание этого сеанса ей дала внутреннюю силу, уверенность, она легко, спокойно пошла на, там у ней должен быть, уж не помню, суд, не суд, но там должно выноситься решение, а то вместе заберут у ней или нет кордон, да, ну там бюрократические такие, лакомый кусочек на самом деле. Так вот, когда она прослушала этот сеанс, ей показали, что за ней стоят огромные силы, во-первых, хранители, духовные хранители тех мест, они высокие, огромные, и когда, кстати, я когда приезжаю в разные места, я всегда договариваюсь с ними, моя духовная группа договаривается с представителями местных, вот этих духовных групп, на тонком плане, я всегда приезжаю уже с договоренной, то есть на границе, там где-то заранее договор, и я в сопровождении, то есть меня еще сопровождает та духовная группа, которая, собственно говоря, там есть. Так тоже интересно, так трогательно, потому что я это чувствую, ощущаю и знаю. И когда она, вот прочувствовала вот эту мощь и силу, она просто пришла вот с этим, вот с этой армией позади себя. Это, знаете, как клин такой, как за которым, то есть за ней стояла вот эта армия, вот этих духовных наставников. Таким образом, она чувствовала вот эту поддержку, силу и мощь. И вот именно это, когда ты знаешь, что вот ты с ними на вот этой связи, ты знаешь, просто ты знаешь и видишь и чувствуешь, таким образом ты спокойно решаешь все задачи, у тебя нет вот этой нервозности. А потому что, если мы находимся в нервозности, то происходят другие ситуации, очень неприятные. Наташа, тогда мне непонятно, так сейчас вопрос. Если духовные кураторы заинтересованы, почему же я страстно желаю, никак не увижу, не услышу на 100% уверенность, со 100% уверенностью. Ну, что сказать, Наташа, вот это вот сильное страстно желание иногда тоже мешает. У меня был случай, девочка одна ходила в сеанс регрессии, много с ребятами, они видят ее духовных наставников, а она не видела. И причем они описывают, как он выглядит, что и прочие моменты. За нее видели, ей рассказывали, она очень, вот прям ее тоже вот так терзала. Она пришла ко мне на сеанс регрессии, мы походили, поводили, потом я говорю, ну разреши себе уже видеть-то. Палочкой волшебной махнули, и он предстал перед ней. И она, вот эта встреча произошла, ну буквально там где-то через полтора месяца, как она начала работать. Нужно расскачивать свои каналы восприятия. У всех они развиты, только у кого-то больше ясновидение, у кого-то ясночувствование, у кого-то яснознание. Вы свои мысли считываете, как за свои. На самом деле, большая часть мыслей, как я это говорю, ваши чувства и ваши мысли не ваши. Это как раз наставников и духовных кураторов. Не умейте считывать информацию с пространства. Например, да, знаки – это тоже послание от них. И просто нужно учиться работать со знаками. Ты задаешь вопрос пространства, хочу узнать, кто-то тут, дайте мне знак. Мне, знаете, как интересно было? Я тут два дня назад прихожу, с одной интересной, значит, встречи. Там произошла такая интересная встреча у меня. И после этого я вот сижу, значит, а у меня едут шарики, у меня едут своим близким Олечки Сорокиной, у моей дочери, была годовщина с ее мужем, я купила им шариков. Они вот, значит, надутые. Они вот уже половина там сдулись, какие-то висят, и я прихожу, значит, сажусь за компьютером, поздно ночью, но мне нужно было срочно там отправить презентацию человеку. И, значит, вы знаете, вот этот шарик, только он за моим компьютером, значит, вот просто я сижу, и он, знаете, вот так поднимается вверх за компьютером, потом огибает компьютер, вот, знаете, вот огибает, да, и вот так вот рядом со мной вот сюда вот встал, передо мной. Я говорю, ребята, отлично сегодня провела время, отлично сегодня, да, все было замечательно, я поняла, что это ваши проделки. Я говорю, благодарю. И тут еще последняя проделка. Но это, знаете, это было так приятно. Я говорю, спасибо. Шарик улетел вот так назад, ушел за стол, и он еще периодически мне маячил, то вверх, то вниз. Где-то минут через 40-50, когда я закончила уже здесь, пошла, значит, в ванну, на кухню, туда-сюда, значит, ходила, я пришла в специальную комнату, посмотреть, где шарик. Практически на дне был у компьютера. Именно в тот момент, когда вот он сделал вот такую конфигурацию, пришел ко мне это. Это тоже послание. Если вы не видите таких знаков, мои дорогие, ну, это просто вы не умеете еще пока это считывать. Нужно учиться. Как можно отблагодарить ангела за то, что он помогает? Ой, друзья, ну, очень просто. Напишите ему там в 40-50 благодарности, сядьте конкретно, а потом скажите, мой дорогой, сядь рядом, значит, представьте его перед собой. Мы сегодня с вами в технике будем узнавать, как он выглядит. Ваша задача будет, я потом, чуть попозже объясню, да, то есть, я тоже историю свою расскажу, как для меня выглядит моя ангел-хранитель, как мне приятно хотелось бы это, чтобы было, да. Роза говорит, добрый день, мои духовные кураторы очень любят, Полиночка. Ой, а сколько мне передают приветов, Розочка, благодарю твоих духовных кураторов и тебя. Сколько мне передают приветов, сеансами идешь, Полина, там тебе приветы огромные, я говорю, спасибо, рекомендации, какие-то вопросы мне дают ответы на мои. Так, давайте к негативным мыслям. Да, да, все, кто к нам присоединяется, мы очень рады. Они могут предупреждать об опасности. Да, мы об этом поговорим после завтра. Это будет третий день. Завтра, как просить помощи, у нас все идет по расписанию, мои дорогие, обязательно. Значит, примеры хорошей связи с ангелами. Вот как раз это вот с курса предназначения у меня. Значит, хочу поделиться сегодняшним опытом. Возник вопрос, пошла спрашивать, мой ангел по предназначению ответить не смог, отправил к другому. Пришел статный, строгий старец, спрашиваю, почему такой серьезный. Ответил, что ему так положено, он несет за меня ответственность. Получил ответ на вопрос, порадовал тем, что я развязала кармический узел, который раз, который, который раз мне указали на третий глаз, что нужно развивать. Спрашиваю, как, дал практику, спросил, зачем это. Показал людей, показал людей, а у них темный круг в области солнечного сплетения и сердечный человек. Рассказал, что нужно помогать во время общения были совсем другие ощущения, другой уровень энергетики и горели все чакры. Это вот мои ребята ходят, когда на курсах и, соответственно, на других мероприятиях, они вот таким образом общаются с духовными наставниками. И вообще, как я это говорю, очень важно сейчас, кстати, очень многие чувствуют какую-то миссионерскую деятельность. Ну, знаете, как будто вы пришли не просто так. Оля, да, вот Оля Сорокина, конечно, китов кидает. Это как раз работа с внутренней, то есть показывает, как вот Оля, она тоже регрессолог, она описала в своем романе «Киты», как работают ангелы-хранители с людьми и как они их предупреждают, как они их останавливают. Это прям несколько историй, очень интересная. Это вообще очень значимый социальный проект. Ее, который очень важно даже распространять везде, и это будет помогать людям. Обязательно, конечно. Наташа говорит, не звучит ли для них обращение ребят как фамилиарности и непочтительность? Еще раз напоминаю, что у всех разные шаблоны, как общаться с ними. Моих, вообще они юмористы, они всегда понимаете, что я с ними общаюсь как с вами в сеансах регрессии, то есть я хожу как на пятиминутке, то есть для них это нормально и для меня это нормально. Если у вас в вашем голове есть определенная иерархия, вот только так, вот только на коленях или как-то еще по-другому, то, соответственно, ну вот общайтесь так, как вам близко. У меня, у них заходит очень классно, вот прям хорошо. И для меня это тоже. У меня большое уважение и почтение к их работе и, соответственно, я как уважаю старших своих единомышленников, соратников по одному делу, которое мы делаем. Вот и все. Здесь немножко вот это, опять же, шаблоны социума, как это мы должны с ними общаться. Вот как вам отзываются, так и вы общаетесь. Для нас, вот нашей группы и в которой я нахожусь, для них это нормально. Вообще на высшем уровне нет вот этого. Ну, как знаете, как в английском языке нет вы, собственно говоря, и там нет вы. Там есть просто определенное, ну, это не объяснить, оно и уважение-то есть. А вот общение, то есть как для кого называть, это уже каждый выбирает сам. Итак, мои дорогие, образовалась энергоинформационная корка между плотным и тонким миром. То есть можно ее наблюдать, когда мы уходим в селсер-агрессии, это как эгрегоры из низкочастотной вибрации. Естественно, ее образовали люди, образовали своими негативными мыслями, своими негативными действиями и эмоциями. И все это вкупе с эгрегорами. Эгрегорами страха. То есть поставьте плюсик, то значит, что такое эгрегор. Да, они любят обнимашки, рады, когда мы радуемся. Радость, они вообще нас все время веселят. Вот этого у них серьезности там нет. Если вы думаете, вот здесь вот такое, да, почтение, все. Они, наоборот, как могут больше нас веселят для того, чтобы мы поднимались в высокие вибрации, для того, чтобы мы выходили на позитив. Позитив – это как раз другие эгрегоры. Эгрегоры – это полевой социум, это вот есть социум земной, то есть группа земные, есть семья, народ, религия, допустим, да, партия, какая-то, коллектив какой-то, даже вот люди в одном доме живут или в одном автобусе едут. Вот, соответственно, это все эгрегоры. Это такой сбор душ человек по каким-то критериям. То ли это территориально, вы стоите на одном дом, да, и все души, которые живут в этом доме, да, есть эгрегоры. Есть, соответственно, эгрегоры, которые быстро распадаются, которые, например, это, ну вот, когда в автобусе в одном ехали, потом они, все люди разошлись, он сразу распался. Есть территориальные, есть генетические, это семья, народ, человечество. Есть по мировоззрению мысли и действия. То есть, например, есть эгрегоры страха, самый большой эгрегор на планете. Здесь у нас, в данном моменте, это, конечно, эгрегор страха. Каждый человек негативный, деструктивный, даже не то, что негативный, деструктивный, низкочастотный. Потому что деструктивно, на самом деле, ничего не бывает. Во Вселенной все и есть творец. На более высоком уровне дуальности нет. Ни белого, ни черного. Есть просто опыт, есть дуальность. Так вот, когда человек думает негативно, соответственно, он попадает в определенный эгрегор. И этот эгрегор начинает влиять на человека. То есть, он разумный, и если это низкочастотный эгрегор, то у него тоже есть определенные цели, и низкочастотные, они служат немножко другой иерархии творца. То есть, есть светлые, есть условно иные. Вот я их так называю. Более низкочастотные. Так вот, эти эгрегоры низкочастотные, они начинают влиять на человека. И я очень часто говорю, что негативные мысли и ваши негативные эмоции это очень часто не ваше. Это чужое. Да. И таким образом, вы, когда начинаете раскручивать мексиканский сериал в голове, таким образом, вы подключаетесь к этому эгрегору, он начинает обратно, если такой круговорот энергии мысли, да, он вкидывает еще больше негатива, вы еще больше вырабатываете негативные, низкочастотные энергии, да, это злость, это агрессия, это деструктив, тревожность, ну, все, что с негативом связано, обиды, кстати, какие-то претензии, то, соответственно, вы пополняете этот эгрегор. И на самом деле высшие духовные группы, светлые иерархии, они постоянно доробят эту, вот эту, вот эту, значит, пленочку, и они постоянно стучатся к нам. То есть, когда человек вот под этой пленочкой, под этим колпаком, я часто на вебинарах провожу такие исследования, что происходит с человеком, когда он закрыт, когда он в негативе, он под колпаком, он под эгрегором, под низкочастотным, и человек в этом состоянии не слышит вот своих духовных групп, своих духовных наставников, и таким образом, да, человек изолирован. Он и хочет, но он не может, он не слышит. И если каждый из нас, и что самое интересное, понимаете, эту корку мы можем только сами уничтожить, ну, ее растворить, люди, потому что ее создали-то сами люди. То есть, получается, когда человек каждый раз обижается в претензиях, бухтит, нервничает, раздражается, в депрессии, в страхе, он вырабатывает энергию низкочастотную, и, соответственно, эта пленка, эти эгрегоры, они увеличиваются, они становятся все больше и больше. Когда вы перестанете бояться, когда вы перестанете обижаться, когда вы перестанете нести вот этот деструктив в мир, да, вот энергоинформационный, соответственно, вот эти эгрегоры, они будут все ху, они меньше и меньше и меньше, в итоге они растворятся, их не будет. И все мои методики направлены на то, чтобы помочь людям перестать бояться, стать свободными, быть всегда в позитиве, в радости. И если некоторые говорят, это невозможно, мои дорогие, это возможно. Это мой пример и моих учеников. Они очень быстро справляются со страхами, у них нет страхов, у них есть реакции тела, и они просто отрабатывают эти быстрые реакции тела. И когда вот эти, исчезнут вот эти вот, то есть они исчезнут, вот эти эгрегоры, только тогда, когда мы перестанем из себя источать вот этот негатив, который, собственно говоря, сейчас он повсеместно вокруг нашей планеты. И вот эту корку можно только изнутри убрать, но мы ее, как правило, только пополняем, она утолщается, условно говоря, что свыше ее дробятся с определенной энергией, а мы ее все время утолщаем. Знаете, как цыпленок, он никогда не вылупится из яйца, пока он будет, конечно, такой нет в реальности, то есть она, эта вот пленочка, она у него утончается, и потом изнутри проклевывает вот это вот яйцо и выходит наружу. Но похоже, это тоже на аналогию с этой коркой, что мы именно мы, как бы ни стучали, смысла нет никакого. Мы сами должны вылупиться, мы сами должны выйти из этого состояния. И вот очень многие ребята сюда приходят именно миссионеры, люди, души в человеческом обличии, именно, которые особенно массово рассказывают какие-то новые знания, несут людям спокойствие, гармонию, созидание. Они как раз и призваны помочь изнутри вот эту корку наконец-то убрать, чтобы наконец-то у нас была эта связь с духовными группами стопроцентная. И скажите, пожалуйста, кто хочет внести свою лепту? А ведь если каждый человек будет таким ходячим вайфаем, таким позитивчиком, будет на высоких вибрациях, то есть если человек находится все время в гармонии, в радости, в позитиве, он, как знаете, такой, как душлаг делает из этой вот корки, и он, как светлячок, он, как вайфай ходячий, да, можно сказать, по-хорошему распространяет вот этот вирус позитива, вирус высоких гармоний. Хочу, хочу внести. Так, молодцы, очень хорошо, здорово, прекрасно, мои дороги изъято. Поэтому очень просто это сделать, на самом деле. Поэтому я здесь, на земле, чтобы как раз вот этих светлячков обучать, чтобы вам легко и свободно можно было стать самим вот этим позитивчиком и дальше нести вот эти знания людям. Очень хорошо. Смотрите, сейчас мы с нашей командой, с моими замечательными ребятами, у нас очень сильная, мощная команда, кто у нас был хотя бы один раз на марафоне, на курсах. Давайте поставьте, значит, единичку, кто ни разу никогда не был, пятерочку, кто был на марафонах, и семерочку, кто на курсах у меня сейчас, или был, или бывал. Единичку, кто ни разу, и семерочку, кто был на марафонах, на тренингах, пятерочку просто на марафонах. Так вот, мы сейчас делаем, хотим очень сделать классный эксперимент с новым марафоном. Новый марафон будет у нас шикарный, я чуть-чуть попозже расскажу о нем, так что мы хотим сделать с этим великим, то есть с этим марафоном мы хотим сделать великий эксперимент. И ваше имя будет вписано в историю, если вы будете активно участвовать на марафоне, марафон у нас стартует 10 числа, он называется «Что хочет от нас Вселенная» или «Ангельская азбука знаков». То есть, по сути, свои 14 дней вы будете пошагово получать задания, выполняя которых вы будете писать отчеты, вы будете делиться опытом. И самые лучшие отчеты, самый интересный опыт будет вписан, увековечен в книгу, которую я уже начала писать. Книга будет, это то ли азбука знаков ангелов, то ли это будут знаки судьбы, я не знаю, но про знаки практически нет информации. Я чуть-чуть это пишу в книге «Правила граммирознания», но ее практически нет. Так вот, мои дорогие, каждый, кто активно будет делиться опытом на этом марафоне, получит эту книгу в электронном виде в подарок. И там я напишу в фамилии всех, кто захочет им их фамилии, что вы действительно внесли свое лепо. 10 октября платный марафон, да. Давайте немножко о нем расскажу. И мы будем, смотрите, это будет исследовательский марафон, какой, в каком плане он будет исследовательский. Потому что мало того, что я хочу собрать ценнейший материал через вас. Представляете? То есть у нас всегда есть очень ценный опыт. Вы будете делиться, и мы это будем, мало того, что мы даем задание конкретное. Да, вот у нас уже Любочка оплатила, у нас ребята есть, которые же первые внесли, получили уже подарки. Лена, а если для книги нужна будет какая-нибудь информация про чудеса в жизни, я могу поделиться. Да, да, обязательно скидывайте это, Миша, мы уже собираем материал. Так вот, мои дорогие, все вы, а вы знаете, что мои книги сейчас распространяются по миру с молниеносной силой. Книга «Правил играми раздания» после того, как вышла книга «Ключ ко всеми дверям», она в буквальном смысле, она сейчас в аудиоформате распространяется миллионными просмотрами. Это действительно так. На Ютубе забейте «Ключ ко всеми дверям», «Правил играми раздания», и это действительно так. Миллионы и тысячи просмотров. Да, Ксюша слушает, да, они шикарные. Так вот, мои дорогие, когда мы напишем эту книгу, мы ее выложим тоже в свободный доступ, в аудиоформате, и люди также будут миллионами просмотров слушать ваши истории. Представляете, вы, вот вас, как вы это достигли, как вы обучились этим знаком, тоже будут вас слушать, и ваша фамилия навсегда останется там. Я знаю, что мои книги будут мировыми бестселлерами, потому что они уже являются, мне дается обратная связь от многих людей, они будут переводиться на разном языке, и там будет ваша фамилия. Да, а сны учитываются? Обязательно, мы будем работать со снами совсем-совсем-совсем. Итак, с 10-го числа, 14 дней, у нас будет платный марафон, он стоит 2,990, и те ребята, которые сейчас уже были на марафоне последних двух, они имеют скидку. Кто был один раз последний, 10% и 20% те, которые два последних марафона были. Значит, обязательно, кто на фортуне, 360 и ключи кладовой вселенной, у вас есть скидка 20% от этой суммы. Миша пишем, и, соответственно, вы здесь. Вот, я уже все прослушала, Яночка. Ой, молодец, молодец. Так вот, мои дорогие, значит, кто хочет разгадывать сложные послания вселенной, потому что я много могу говорить теории, и я даю в доступе вам этот материал. Ну, мало у кого получается, когда ты один, когда ты не знаешь, как это делать. Вам будут даваться пошагово. 7 занят, 7 будет у нас, значит, 7 будет у нас пошаговых заданий, которые вы будете выполнять, и делать что-то, потому что очень часто у нас есть теория, но никто ничего по факту не делает. Некоторые говорят, я прослушал книгу, очень хорошо, ты сделал что-нибудь, чего-нибудь из этого, первая часть, вторая у нас 7 шагов к осуществлению. Нет, я вот пока не успел. Здесь как раз четкий, то есть у нас будет, как всегда, тренер, есть все у нас возможности, и вы будете тренироваться, работать со знаками, и там получают отличные результаты. Обычно в большом всегда нашем эгрегоре мы действительно реально получаем результат очень сильный. И всего лишь у вас инвестиции в себя 2 990 для тех, кто у нас не был на предыдущих марафонах. И, собственно, как всегда, мы приготовили подарки на марафоне. Во-первых, вы научитесь разгадывать, разговаривать на одном языке со Вселенной, разгадывать знаки от Вселенной, чувствовать поддержку 24 часа. У нас очень много новых практик. Есть старые практики, есть, но они будут вкупе работая со знаками. Находить ответы на самые сложные вопросы, быть в гармонии 24 на 7 умножить на 12 месяцев. Да, и научитесь спокойно, с внутренним комфортом и без эмоций решать любые встающие задачи. То есть, это однозначно так. Десятого-десятого коридор, и мы в нем стартуем. То есть, за 24, у нас, подождите, сейчас сколько дней-то, 7 заданий, 14 дней. Вот за 14 дней вы сделаете прорыв. Да, значит, призы по итогу марафона, как обычно, нам сразу, мне сказали, никаких денежных призов не будет, прямых, как у нас был последний марафон, но будет что? Моя личная консультация, которая стоит сейчас, вы знаете, 20 тысяч рублей за один час, у вас будет одно безоплатное, то есть, у вас будет моя консультация, мы наладимся, настроимся с англом-хранителем, если нужно будет для тех, которые уже подготовлены, даже на духовный совет мудрецов сходим. И безоплатное место на новый онлайн-курс «Ключ ко всем дверям» у меня будет перед Новым годом. Я давно мечтала этот курс, ни разу он у меня не стартовал, я готовлюсь к нему. «Ключ ко всем дверям» это будет курс по знакам и развитию экстрасенсорных способностей, интуиции, знаки, ангелы и интуиция. Экстрасенсорные каналы мы с вами будем все прокачивать. Это новый курс, и там будет вам безоплатное место. Второе место это будет на новый онлайн-курс скидка. Так, сейчас. А, то есть безоплатное место и третье место 50% на курс «Ключ ко всем дверям». Даже, по-моему, 75% мы решили, я не успела исправить. 75% скидка, да. Приз симпатии, дорогие мои, всегда, как обычно, будут симпатии. Я уже заготовила всяких призов, мои дорогие. Значит, во-первых, я кому-то, если это выиграет женщина, то вот такие вот интересные, да, ини-янь, черное и белое. Вот такие кисточки уже кому-то готовы. Кто-то, вот при симпатии, я всегда мы это, какие-то приятные штучки мы разыграю. Обязательно, конечно, ангел-хранитель. Я вчера ходила, выбирала с таким классным камушком серебряный у нас ангелочек. Да, кто-то получит, выиграет, и я лично, если вы приедете в Москву, я лично вручу, ну или попущу, если человек далеко находится. Обязательно. Если это мужчина, будет вместо кисточек будет вот такой ключик. Намечательно. Тоже серебряный, тоже с фианитками, такой классный. И будет очень много призов, как обычно, книги, книги обязательно, ну и скидки. То есть у нас общее количество призов на данный момент, даже уже сейчас они увеличиваются, так, дайте мне перекрутилось, все, поправлю свой прекрасный палантинчик. Значит, более 50 тысяч рублей в общий призовой фонд. Это будет, как обычно, всегда классно. Так, Леана говорит, полностью согласна, марафон 360 круто повернул вектор моей жизни. Полиночка, дорогие кураторы, Миша и Риша, были лучшими проводниками на этом моем пути. Это действительно, ребят, было круто. Ну и кто быстро, кто уже оплатил, они всегда у нас с сюрпризами. Ну вот смотрите, ребята сами пишут, и я даже здесь особо не буду писать, то есть останавливаться на результатах, которые получили участники прошлого марафона. Вообще разрешается очень много задач, сложных, которые они не могли это сделать, потому что наш Грегор, он помогает человеку в тот момент научиться вот быть этим проводником, светлым, он еще не умеет плавать. И Грегор наш, да, а у нас обычно под 100 человек, у нас, кстати, будут кураторы моего курса, там участвуют 6 человек или 7 даже, они будут помогать вам, то есть у нас усиление идет и Грегора за счет моих кураторов, моей школы, и кроме того, как Миша и Сыры, наши основные кураторы, то это будет еще больше давать вам помощи в ваших делах, то есть разрешаются ваши серьезные проблемы гораздо быстрее, потому что есть закон, забыла, как он называется, завтра вот эти слова новые плохо выучиваю, но смысл тот, что одна лошадь везет 15 тонн, а две лошади везут 45 тонн, и три лошади везут 100 тонн, то есть это действительно в этот момент, когда вы учитесь быть в позитивных вибрациях, энергиях, вам полевой социум нашего Грегора дает как бы помощь, вы на плоту находитесь, в этот момент, пока вы научитесь сами плавать, разгадывать знаки, общаться с ангелами, это самое главное, то есть получается действительно вам огромная поддержка, и за то, что вы начинаете развиваться, Вселенная начинает вам в буквальном смысле улучшать событийный поток, она просто дает вам за то, что вы двигаетесь, за то, что вы становитесь здоровой клеточкой космоса, она вам буквально в смысле разрешает какие-то ваши события негативные, которые давно не разрешались, кто-то наконец-то продает дом, кто-то уходит из отношений, которые долго не мог уйти, у кого-то разрешается вопрос, находится диагноз его заболевания, находятся врачи, находятся самые лучшие препараты, которые выводят его на здоровье, и у некоторых вообще все проходит. Кто-то находит свое предназначение, это уникально. Да, можно оплатить с Украины, Леночка, если же там не будет, пишите лично Миша, обязательно поможете, я сейчас расскажу немножко об оплате тоже. Значит, и дополнительные бонусы, и подарки, каждый, кто оплатит марафон в ближайшие сутки до следующего вебинара, до завтра, получит аудио-подсказки мобильный ангел, и, конечно, стоимость будет повышаться. Мои дорогие, и вот эта стоимость только сегодня. Завтра она будет уже выше. Окончательная стоимость будет 7500. Закон синергии, Олечка, да, да, закон синергии, это помню, но там еще какой-то закон, вот у меня там записано, я завтра не буду сейчас говорить, я скажу, я залезу в подсказке, там у меня как раз он есть. Да, синергия, это точно. Да, да, Лесенька, солнышко, мы будем тебя очень рады видеть, всех, мои дорогие, будем очень рады видеть. Так вот, ангел, мобильный ангел очень будет помогать вам как раз давать обратную связь. Всегда. Завтра продемонстрирую, как это работает, то есть прямо буквально завтра мы будем эти знаки черпать отовсюду, да, и там задаешь вопрос, мы завтра будем это тренироваться на этом, значит, вопрос задаешь, и тебе тут же ответ. И он всегда может у вас в телефончике быть, вы загрузили этого мобильного ангела, целый час я наговариваю, это как карты, как карты послания, да, задал вопрос тебе ответ, только это в аудио формате, это так удобно, мои дорогие, мне это не хватало, потому что карты с собой таскать, это вот, да, вот, кстати, не жалейте усилий, хорошая карта, большая любовь стоит шагов, которые вам советуют сделать. Это вот, кстати, по отношениям, кому-то это очень важно. И аудио, мобильный ангел, это такая классная штука, которая всегда рядышком с вами. Ой, Альфия уже оплатила, супер, супер, мы приветствуем тебя на нашем марафоне. Итак, мои дорогие, давайте я немножко расскажу о программе, Миша, скинь еще ссылку, чтобы ребята проходили. Да, Роза говорит, на марафоне чувствуешь себя, как в доме души, так легко и просто смотришь на жизнь, да. И я смогла сделать, смотрите, я смогла сделать, когда-то я читала Майлка Ньютона, это когда ты читаешь книгу, ты чувствуешь, вот я дома, я с ними, я рядом, я в этих энергиях, это принятие, это любовь. Ты чувствуешь вот эту любовь выше духовных единомышленников, кураторов, ангелов постоянно. И вот я вот читала, думаю, как же здорово быть, как в этих состояниях, как в этих вибрациях. И я всегда очень мечтала, вот это состояние перенести сюда на землю. Чтобы вот эти группы, не когда ты ушел отсюда, и когда тебе уже там все хорошо, тебе все равно, что здесь на земле, сделать вот это состояние здесь. И у меня получилось, мои дорогие, на всех моих курсах, на всех моих вебинарах, на тренингах это есть. Как будто вот эта духовная группа, она спустилась оттуда сюда, и ты чувствуешь эту поддержку. Это любовь, безусловно, безгранична. И я очень люблю людей, как я это всегда говорю, я очень люблю вас, мои дорогие. И я хочу показать вам, что оказывается, те состояния, те энергии, те мысли, те вибрации можно здесь иметь, находясь в человеческом теле, находясь в тех жестких условиях, которые у нас есть. Так, только Светочка Соловьева, первый раз идет марафон. Мы рады, Света, мы рады, вы прочувствуете это состояние, это будет действительно волшебно. Будет марафон, будет 360 повторяться, будет Яночка, обязательно, чуть позже. Как зовут, автора зовут, не расслышала, Майкл Ньютон, Ксюша, Майкл Ньютон, по его технологии, методикам я работаю. Итак, мои дорогие, значит, с 14 дней, с 10 числа у нас портал открывается, мы идем именно в этом портале наилучшее время космическое. Миша очень хороший астролог, он рассчитывает нам время, чтобы наилучшим образом нам открылся портал, в котором мы работаем, по определенным запросам. Вы поставите на наш марафон один важнейший запрос. Вы напишите, вы в первый день пропишите все свои вопросы. Что вы хотите решить? Вы поставите приоритетный вопрос, самый главный, который вам актуален, и мы начнем его решать в течение 14 дней. Мы будем правильно делать настройку с вселенной, портал, отправлять свои запросы по тем технологиям, которые я уже давно имею, и они рабочие. Друзья мои, все, что я пишу в своих книгах, вебинарах, оно все проверено на многочисленном опыте моего и моих студентов, оно все рабочее. И наш вот этот марафон будет еще одним классным экспериментом. И еще раз говорю, запомните эту дату, мои дорогие, 10-го, 10-го, 19-го года. Мы запускаем новый проект, и духовные кураторы особенно будут присматривать за ним. Они особенно будут нам помогать, потому что на основе этого марафона будет, друзья мои, что будет? Будет писаться книга, которая будет бестселлером. Я это знаю, и духовные кураторы это сделают. И ваше имя будет там обязательно внесено. Так, 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 сейчас, 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 сейчас хочу. Так, я тоже очень люблю людей, всегда очень хочется помочь. Вот, мои дорогие, вашим, вашим присутствием, вашим опытом вы обязательно это сделаете. Значит, у нас вот будет 7 заданий, 3 из них наверняка вы здесь уже прочитали. Значит, четвертое задание самостоятельно составление индивидуальной озвучки знаков. Это новое, то есть у меня эта технология была, но я еще никуда не применяла. Так, а я джанход поеду, уже запланировала. Очень хорошо, Гайна, я рада, 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 что вы с нами. Джанход это великое место, и каждый раз мы думаем, нужно ли проводить там следующий тренинг, и каждый раз мы убеждаемся, что да, там очень хорошие хранители этих мест, они нас всегда ждут. Юноты, это милашки, которые нам всегда помогают повышать настроение. Этот год вообще был очень сильный, мощный, погода нам прям благоволила, и действительно прорывы у ребят большие, огромные. Итак, мои дорогие, мы будем сами составлять на четвертом занятии азбуку своих знаков. То есть это, знаете, вы будете не только разгадывать, что вам посылать, а вы будете ангелом говорить, так, вот это будет обозначать вот это, теперь если ты шлешь мне вот это, будет вот то-то-то-то. То есть в буквальном смысле вы для себя составите азбуку Морзе. Не считывать, а наоборот. То есть и будем учиться считывать, и наоборот. Можно про Джанхот подробнее. Миша, скинь, пожалуйста, ссылочку на Джанхот, найди, пожалуйста, или если Оля здесь, то вы почитайте, потому что это отдельное мероприятие, это 10 дней регрессии прошлой жизни, это 10 дней работы с металлическими картами, и естественно, там вибрации, отдых, повышаются вибрации очень мощные, сильные, и вы, как бы, знаете, становитесь там, напитываетесь вот этим ресурсом энергии. У нас следующий тренинг будет в конце ноября в Турции. Я немножко чуть попозже, если кому интересно, после того, как марафон наш, сегодняшний интенсив занятий чуть закончится, я расскажу подробнее, кому интересно, в Турцию. Так, с Францией, Ирочка, у нас есть PayPal, все получится. Если есть, сейчас ангелов-хранители просим, чтобы все было получилось, чтобы все было у нас хорошо, главное успокоиться, потому что, когда наш вибрац очень хочу, бегом, 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 тоже вот эти вибрации у нас, не нам мешает. Поэтому все будет хорошо, пишем Миши на почту, если не получается, они вам в ближайшее время обязательно поможут. У нас есть целые сутки до завтра оплатить этот замечательный марафон. Так, Ляна, я очень благодарна за приз в виде обучения на курсе МАК. Да, вот Ляночка у нас выиграла, я не помню, Ляна, какое место, второе или третье, но вот Ляна выиграла курс по методическим картам, и сейчас она обучается, и сейчас, а, четвертое место, даже, представляете, призов, как обычно у нас ребята прям хорошо идут, и друг за другом мы всегда очень щедрые, мы делимся вот этими всякими подарками, и сейчас у Ляночки она выходит на другой уровень по своему предназначению, а само пространство подкидывает ей людей из ситуации, она собирает группу методическим картам и работает с ними. Представляете, вот как изменилась средство, до этого она как-то еще вот не думала, что будет этим заниматься, предназначение появляется, то есть любой ваш вопрос, который вам очень давно уже мозолит и глаза, и вы не знаете, как его решить, на этом марафоне вы сделаете огромный задел, то есть мы поставим главный приоритетный вопрос, много других, и он будет решаться. Здесь одна из таких девушек, да что ты, Ляночка, слушай, ну какая прелесть, как же здорово, ну вообще очень приятно. Друзья мои, из-за границы, если вы платите, еще плюс, там по 5 или 7 процентов, если без эггивалента, вот это очень важно, Миша еще уточни, потому что там у нас конвертация идет. Итак, как будет проходить марафон, то есть за сутки до старта, 9 октября, будет проведен закрытый вебинар с подробными инструкцией к марафону, ответим на все вопросы, дополнительным бонусом, техникой, то есть будет техника, мы сонастроимся, и как обычно мы сонастроимся всей группой, и мы начинаем с вами работать. Один раз в два дня будут высылаться на вашу почту легкое задание по программе марафона, обязательно будут практики, медитации, сонастройки определенные, и, конечно же, вы будете выполнять и будете присылать отчет. Участники выполняют его в течение двух дней, высылают нашим ребятам в письменном виде, мы прямо даем критерии, как это будет делаться, как это будет оцениваться, и, соответственно, чем больше вы набираете баллов, тем, соответственно, у вас будет больше шансов выиграть самый главный приз, это безоплатное место на следующий мой курс онлайн, который будет проходить ключ ко всем дверям, это развитие экстрасенсорных способностей, интуиция и знаки, и там же будут наши ребята, Миша и Ира, то есть это тоже кураторами на этом курсе, и ребята мои будут как волонтеры, ангелы, вот, и моя безоплатная консультация, мои дорогие, ну и там много-много-много будет важных призов, будет создан чат в WhatsApp, и если у вас нет на телефоне, на компьютере это можно сделать, и там будет основная наша движуха, там будет интереснейший опыт, такие раскрываются, интересные откровения у ребят, они настолько раскрываются, и там можно раскрыться, там в буквальном смысле ты можешь доверить все, то, что у тебя давно где-то, знаете, осело, и ты не мог поделиться это ни с кем, это такая духовная группа, это такие эмоции, это такие вибрации, которые не сравнят ни с чем, как я говорю, я, вы знаете, я вот горжусь тем, что я создала, я перенесла небо сюда на землю, и еще раз говорю, любой вот курс, марафон, тренинг, он как раз имеет вот эти состояния, и вы окунетесь в этот праздник для души. Итак, мои дорогие, давайте сейчас я расскажу, как, как, а, у нас же розыгрыш, мы же одно место безоплатно на марафон, будем разыгрывать обязательно, давайте немножко по оплате рассказать, по оплате, давайте сейчас я, так, сейчас, сейчас, подождите секундочку, по оплате я немножко расскажу, потом у нас условие выигрыша будет, так, 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 подождите, 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 так, не тот, не тот, вот, как оплатить участие в марафоне, то есть у вас откроется эта страница, Миша, скинь, пожалуйста, ссылочку еще раз, да, спасибо, Леночка, да, действительно получилось, я хочу, чтобы вы такое же состояние перенесли в массы, я хочу, чтобы вы также научились делать вот это, итак, значит, у вас откроется эта страничка, те, кто у нас со скидкой идет, вы пишете Миша, и он индивидуально вам дает ссылочку на оплату, значит, вы проходите на вот эту, после того, как вы нажимаете на странице, то есть вот вы пришли на нее, да, здесь у нас Виза, Мастеркард или Мир, то есть все эти карты у нас оплачиваются, вы переходите, вы, значит, у нас что там, сейчас, конечно, ребята завтра расскажут по оплатам, а кому скидка положена? Тот, кто у нас был на двух предыдущих марафонах, Фортуна 360 и ключик изобилия Вселенной, кто два марафона 20%, у нас вообще бонусная система будет, кстати, кто постоянно ходит на наши вебинары, то есть марафоны, тем больше они ходят, тем больше скидка будет, да, так вот, значит, проходите, нажимаете сюда, дальше, потом у нас идет, вот второй шаг у нас заполнения данных, обязательно заполняйте, друзья мои, номер телефона, тот ватсапный, и электронной почты, дайте я вам курсор покажу, значит, номер телефона ватсап, потому что многие потом не могут добавиться к нам ватсап, и электронной почты, мы не можем людям достучаться, они ждут, оплатили и сидят, значит, если у вас вы оплатили, обязательно фамилию, ну, отчество можно не обязательно, но всегда желательно, значит, когда вы оплатите, сделайте скрин, и обязательно ждите, в течение суток вам напишут, если вдруг вам в течение суток никто ничего не написал, вы оплатили, Потому что бывает, где-то берут наши реквизиты не вот это на прямую ссылку, а где-то уже был, и они решили по тому же старому реквизиту. Вроде к нам пришло, но мы же не знаем, от кого это. Поэтому, значит, сутки прошли, ничего вам никто не отписался. Значит, пишем Миша, вот сохраняем эту почту, и пишем Миша, скрин мой, я оплатила, и все, и будет нам всем счастье. А кто на обучение скидка? Нет, это немножко, Аннушка, у нас идет другая система. Марафоны это отдельно, а курсы у нас отдельно. Но сразу хочу сказать, что те, которые, ребята, один раз у нас придут, потом будет у нас по мотивам марафона курс, но он будет углубленный, я буду обучать экстрасенсорным способностям, интуицию будем раскачивать, ну и, соответственно, будет у нас очень мощная, сильная прокачка своих каналов восприятия, тем самым вы увидите, как вы выросли. И вот там, если один раз вы оплачиваете онлайн-марафон, всем ребятам будут скидки, кто у нас придет на марафон, это будет сюрприз для вас, действительно будут хорошие скидки, кто придет на марафон, а потом пойдет на кост, и потом вы ходите на марафон безоплатно всегда. Так, очень хорошо. Ну что, здесь я вроде рассказала, и третий шаг, это значит, вы оказываетесь на этой страничке, заполняйте поля номер карты, срок истечения карты месяц. Ага, так, 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 после ввода данных нажимаете кнопку «Продолжить», и в зависимости от типа вашей карты, к вам может прийти на телефон запрос подтверждения операции. В общем, ваша главная задача – все это подтвердить и скрин обязательно сохранить, да, в течение суток обязательно, ребята, вам ответят. Если не отвечают, значит, мои дорогие, что-то там технический какой-то сбой, чего-то то ли вы почту не так написали, потому что почта, когда написана, мы сразу знаем, по этой почте мы как раз вам сразу отписываемся. Вот, какие-то бывают сбои. Нормально, в спокойном состоянии мы просто-напросто пишем ребятам и решаем этот вопрос. Так, ну и, собственно говоря, вот, да, и добро пожаловать. После оплаты ждите обратную связь, да, скрин еще раз, информация об оплате и почта для связи. Help, Полина, Сухов.ру. Так, вопрос. Курс еще не одолела, а тут такой марафон. Получится совместить? Ляночка, я думаю, что да, потому что, смотри, твой курс по МАКу, он самый легкий, самый простой, ты немножко другой, и он тебе, наоборот, поможет, потому что метафорические карты, нам все время помогают, собственно говоря, наладить, ну, как бы вот эту вот обратную связь еще лучше. Поэтому тебе, наоборот, все, кто был на предыдущем, по картам вам вообще точно еще улучшится и курс сам по себе, потому что там опять будет прокачка. То есть там всегда прокачка, вы помните об этом, да, то есть там у нас очень мощно, сильно будет поддержка. И всегда это мотивирует, это как некий новый вдох, это новый, новый виток. И еще раз, мои дорогие, если вы хотите действительно принести огромную пользу, вы своим опытом, потому что вот ребята, которые уже многократно приходили на марафон, у вас уже опыт огромный, и вы уже знаете, как взаимодействовать, у вас шансов, кстати, больше, марафон, хотя, то есть выиграть какие-то главные призы, но, с другой стороны, у нас даже были очень часто ребята, которые первый раз приходят и выиграли первое место, как, например, в прошлый раз, Миша, напиши, кто у нас выиграла первое место, у нас был розыгрыш 25 тысяч рублей. Так, а с эзотерическим можно совмещать, мои дорогие, конечно же, еще раз говорю, это новое дыхание, это новый глоток не только энергии, это будет буквально в смысле вас зарядят. Вот прям вам вложат вас, если вы возьмете столько, сколько унесете, новый энергетик, который будет двигать вас вперед. И, соответственно, вопрос по здоровью там тоже можно поставить. И кто-то выиграет, между прочим, у нас, значит, третий день у нас будет хороший розыгрыш. Условия розыгрыша сейчас, чуть попозже я еще раз, потому что у нас будет сейчас техника, а после техники я расскажу об условиях, и кто-то может выиграть с марафоном. Но всегда я говорю так, идите лучше, если вы решили на марафон, оплатите, потом мы вам вернем деньги, потому что кто-то может выиграть из тех участников, которые будут заявлены в розыгрыше. Так, ну что, если вы готовы, кто-то еще, кому нужно время по оплате, вы сейчас можете, в принципе, или доплатить, или сейчас давайте мы сделаем технику, вы успокойтесь, у нас есть время, у нас есть сейчас все возможности, чтобы это сделать до следующего дня, обязательно это сделаем, у нас еще будет, значит, я сейчас расскажу у нас о технике, потом мы сделаем технику, потом вы напишите свои отчеты здесь, и как раз с отчетом мы пойдем уже с вами разыгрывать, то есть подавать заявку на розыгрыш вот этого марафона. И сейчас будет сонастройка, техника будет «Ангел на плече», и ваша задача сейчас увидеть, почувствовать вашего ангела-хранителя, и если у кого хорошо развита визуализация, мы обращаем внимание на то, в каком виде нам приходят духовные наставники, или ваши ангелы-хранители, если вы их так называете. Это очень важно, потому что потом мы все это будем с вами разгадывать, и на марафоне, и вообще это вот, ну как, вам нужно запомнить, как они выглядят. Они приходят именно в таком виде, в каком вам актуально их увидеть. Один раз я пришла к своим духовным наставникам с одним вопросом, и они пришли в таком как-то интересном виде, и один из них главный, нам всегда есть главный, он пришел, значит, в виде старика Хатабыча. Я говорю, а что сегодня в таком виде пришел? Говорит, ну ты сама догадайся. Я говорю, ну я поняла, говорю, да, это как бы, что я сама волшебница, да, волосок, как бы, из бородки взял, что-нибудь любим, и, собственно говоря, я уж не помню, как он там говорил, но, в общем, раз, и все получилось. И, кстати, у меня, знаете, привычка со старой жизнью осталась? Я была каким-то мудрецом где-то из многих жизней, да, и там разные, у меня борода была. И я все время, знаете, вот так вот делаю. Знаете, как будто у мудрецов борода, и вот эта привычка из прошлой жизни, это так интересно. Вот, мои дорогие, обращаем внимание, потому что иногда приходят грустные, иногда приходят строгие, иногда эмоции, смотрите, иногда бывают очень веселые. К одной девочке пришел вообще на голове какая-то козлиная голова, ну, одета маска, значит, на мячике, и он прыгал, и вокруг веселилась бубенчика, знаете, как типа шута. И вообще не могли понять, собственно говоря, а что, а что такое, почему? Да, мы всегда, я всегда спрашиваю в сеансах прогрессии, почему ты пришел в таком виде? Он говорит, ты очень много грустишь. Ты на низких вибрациях, тебе нужно поднять свой вот этот энергоинформационный тонус, да, а когда мы поднимаем свой энергоинформационный тонус, это поднимается иммунитет. Иммунитет не только физического тела, иммунитет, энергоинформационный иммунитет, иммунитет и судьбы. То есть наша задача – постоянно находиться в позитиве, постоянно находиться в радости, постоянно находиться в высоких вибрациях. Тогда мы слышим своих ангелов, тогда мы видим эту помощь, и они нам больше и лучше помогают. Только за то, что вы становитесь здоровой клеточкой космоса. И вы тогда неуязвимы, у вас не могут никакие сущности, никакие порчи, никакие сглазы. Вы можете находиться в любом сообществе, можете вообще быть где угодно, вы всегда защищены. У вас очень плотное поле, у вас очень мощная энергетическая защита. И это только от того, что вы всегда в радости и в позитиве. Это миссия, это научись сам передать другому. И этот марафон нам поможет. Итак, мои дорогие, если вы готовы, мы сейчас с вами. Если кто-то еще бегает там, оплачивает, немножко подождите, поставьте на паузу, и давайте с вами сейчас сделаем практику, технику. Так, Гайны говорит, вижу в образе Иисуса Христа. Такое может быть? Конечно, может быть. Знаете, именно кому мы доверяем, в таком виде он приходит. Кому-то приходит в виде детей. Я спросила одной девочки, говорю, а почему? Рядом, кстати, было два духовных наставника. Один был ребенок, он был главный, и был еще такой старец. И старец все время как бы передавал, был таким толмачом. И я говорю, а почему у тебя в виде ребенка пришел, значит, твой главный духовный наставник? Говорит, потому что я детям больше доверяю, чем взрослому поколению. Поэтому кому-то вы доверяете, и они могут приходить в таком образе. Это не значит, что приходит Иисус сам, да, а это просто духовные наставники, ну, такие берут костюмчики. Вот. И там тоже много интересного. Итак, друзья, давайте в следующее. Значит, если кто-то не видит, у кого нет визуализации, я вас попрошу просто выполнять то, что я говорю. Просто представляйте, фантазируйте, раскачивайте свои каналы восприятия, канал визуализации. И очень многих ребят, которые приходят после там 20, 30, 50 часов налета, работая в практиках, техниках, у них получается очень здорово видеть и слышать и чувствовать. Таким образом, мысли, обращайте внимание на ваши мысли, на ваши ощущения. А мы будем смотреть, а справа, он слева, где? Может быть, то есть я как бы буду вести вас по технике, и вы просто обращайте на те слова, которые я говорю, и фантазируйте. У кого нет визуализации, просто фантазируйте, как можете. И поверьте мне, все будет наилучшим образом. В любом случае, намерение всегда работает. Итак, да, они, Ляночка, меняются. Мы растем, и они меняются. То есть это как, знаете, ну вы переходите же с начальной школы в среднюю, у вас учителя поменялись, да, и это нормально, это действительно так. Итак, если вы готовы, ставим восклицательный знак, я готов увидеть своих ангелов-хранителей, с ними повеземодействовать. И если кто-то еще их не знал, не видел никогда, не чувствовал, для многих сегодня будет откровение. Многие сегодня их увидят, почувствуют, ощутят. Итак, если вы готовы, мы с вами начинаем. Можно закрыть глазки, можно закрыть внутренние глазки, можно представить, как будто вы их много-много, вот как бы в зеркале себе таком далеком видите, и они начинают, знаете, зеркало в зеркале, и закрываете много-много глазок. Очень хорошо. И сейчас я попрошу у вас представить хорошее место. Там, где вам очень-очень хорошо. Я не знаю, что это за место, у каждого человека оно свое. Это может быть берег моря, у кого-то лес, у кого-то горы, у кого-то космос, у кого-то все вместе, а у кого-то я не знаю. Правильно так, как у вас. И сейчас в этом хорошем месте походите. Походите и прочувствуйте те энергии, вибрации, спокойствия, которые там присутствуют. В спокойном месте, в хорошем месте, всегда очень хорошая энергетика. Вы ходите по этому месту и просто наслаждаетесь этим состоянием. Состоянием спокойствия, состоянием радости, гармонии. И когда вы в таком спокойном состоянии, вашим ангелом-хранителем, гораздо легче достучаться до вас. Что вы сейчас делаете? Вы сейчас просто гуляете, наслаждаетесь. И я попрошу вас позвать сейчас вашего духовного куратора, вашего личного, индивидуального на сегодняшний день. Вы его зовете. Я не знаю сейчас, как он появится. Он может появиться перед вами. Может появиться сбоку, сзади. Может быть сверху. Я не знаю. Я не знаю, как сейчас он проявит себя. Может быть, это будет чуткая картинка, может быть, немножко размыто. Но чем больше вы будете на него смотреть, тем больше она будет проявляться. И его черты, и его лик, и его деяния. Это может быть в виде человека проявиться, а может быть в виде даже животного, тоже нормально. А может быть в виде энергетики. А может быть, вы просто почувствуете, что он где-то рядом. Может быть, даже он прикроет вас крылышками, обнимет. Может быть, даже пощекотит за ухом. Или как-то по-другому проявит себя. А может быть, в реальности вам будет дан знак. Кто-то позвонит, или придет смс, или какой-то предмет упадет с какой-то стороны. Или что-то щелкнет. Это тоже все знаки. Как внутри вас, так и во внешнем мире. И сейчас, если кто видит, ощущает, чувствует, или просто знает, что он рядом, вы можете обняться. Вы можете прочувствовать это состояние этой радости, этой встречи. И очень многие ребята на моих сеансах до того, как я их провела, они их никогда не видели. Но сейчас у вас есть возможность увидеть, прочувствовать, осознать и наконец-то встретиться и обняться. Это прекрасные чувства, это прекрасное состояние, это прекрасная энергетика. Побудьте в этом состоянии, со своими духовными наставниками, которые ведут вас по жизни. И вы можете задать им вопрос, всегда ли ты был рядом со мной? Всегда ли было мне помощь от себя? И я не знаю, что они вам ответят. Вы потом поделитесь это в нашем чате. Побудьте с ними, сонастройтесь с ними. Они всегда, я не знаю, сколько их, кстати, один или несколько, они всегда теперь будут с вами. наяву. Они всегда были. Но сейчас, после этой встречи, их помощь будет более ощутима. Их помощь будет более видна вам. И раньше, может быть, вы верили, а после этой техники вы просто будете знать, что они всегда рядом со мной. 24 часа в сутки. И сейчас запомните, как он выглядит. Обязательно. И когда вы выйдете в реальность, вы обязательно найдете это где-то в реальности, этот образ, и можете его носить с собой. Очень хорошо. еще раз. Обменяйтесь энергией, обменяйтесь теми состояниями, эмоциями вместе с ними. И сейчас, после этой замечательной встречи, мы с вами будем выходить на уровень здесь и сейчас. Ангел-хранитель всегда остается с вами. Это как некая параллельная реальность, которую всегда вы можете сюда. Раз, нырнул, побыл с ним и потом выходите на уровень здесь и сейчас. Вы не прощаетесь с ними. Вы просто благодарите их за все, за то, что они вам помогали. И можете даже подарить какой-то дар за эту встречу. Благодарим Ангела. Благодарим себя за то, что вы развиваетесь. Благодарите нашу всю группу. У нас больше 200 человек и будут смотреть много-много в записи. Благодарим. Конечно же, меня мне будет очень приятно как проводника. И после этого, сейчас, в этом состоянии радости, легкости, свободы, гармонии, мы с вами той же дорогой, которой пришли сюда, начинаем идти назад. Идем в другом состоянии радости, гармонии. Ангел рядом с вами. Он даже может прийти из той параллельной реальности в этом. Рядышком вместе с вами уже ощутимый веселый. Очень хорошо. Выходим на уровень здесь и сейчас. Открываем внутренние глазки. Выходим из хорошего места. Потихонечку открываем внутренние глазки. Да. И выходим на уровень здесь и сейчас. Открываем глазки внешний. и начинаем писать у кого что получилось. И напишите, пожалуйста, как некий отчет, что вы сегодня самого главного, то есть, что получилось и что самого главного вы сегодня получили. Здесь, потому что этот отчет мы сейчас тут же сделаем с этим отчетом заявочку на розыгрыш, на марафон. Николай пишет. Если Ангелы приходят в виде плохих контактов, изображения и звука, значит, мне место в вашей песточнице? Да, Николай, нет, конечно же, просто канал нужно. У вас антенка просто пока, может быть, плохо работает. Как я говорю, вот эти все каналы восприятия, они очень здорово тренируются. Когда-то я обучалась эриксоновскому гипнозу у Михаила Генбурга, и там к нам пришел интересный мужчина, который не верил в гипноз. Он говорил, ни во что я в это не верю, вообще это бред. И у него ни один канал не работал, кроме киностетики. Киностетика – это ощущение. То есть, ты представляешь, только ты ощущаешь, что ты идешь по лестнице, то у тебя мышцы сжимаются. Но ты не видишь, не ощущаешь, не чувствуешь, не знаешь. Так вот, через две недели тренинга, у нас было две недели без перерыва, по восемь часов в день, по четыре практики в день, у нас там почти сто часов налета. Он сходил в прошлой жизни, все увидел, все почувствовал. И у него даже левитация руки произошла. И в конце Михаил Генбург, он говорит, Ваня, я не верю, у тебя левитация руки. Все это тренируется, на самом деле. И действительно, просто главное потом учиться. Многие видят, 80% людей, у них хорошие каналы. Они видят, слышат, чувствуют, они не знают, как им пользоваться. Много ребят приходят, которые видят, ясновидящие, говорю, эти каналы нужно развивать, они не знают, как этим пользоваться. Вот и все. То есть, нужно учиться растолковывать эти знаки. Если кто не видел, то уже нормально, еще раз говорю, нужно было слышать все, что вам приходит. Ну, еще раз говорю, это один из видов общения через внутренние свои каналы восприятия. Есть общение с вашими, нашими, ангелами-хранителями через внешнюю среду. Завтра мы будем задействовать все карты. Мы будем работать по информатическим картам, соответственно, другие разные карты. И это все через реальность. То есть, тоже нужно с ними общаться. И нужно. Будет запись, Леночка, обязательно. Подписывайтесь на мой канал, YouTube, на сети, ВКонтакте, на наш сайт, и вы обязательно получите рассылку. Слезы радости и благодарности у Любочки. Лена, благодарю, чудесное видение. Очень хорошо. Так, Наташа, мне пришел в виде белой птицы. Нормально. Да, подписывайтесь на канал, мои дорогие. Там будет запись сразу, завтра, после обеда. Да. Так, меня крутило в кресле. Супер. Так, Валя, очень хорошо. У Софии было два, тоже. Ну, два, три, может, целая группа. Кому-то совет мудрецов даже приходил. Было и такое. У Светы не увидела, но быть принятием, мои дорогие, если у кого не получается, вот приходите на марафон, приходите, если у вас каналы еще плохо раскачаны, соответственно, еще раз говорю, вселенная дает нам через знаки, через люди, через сны, через книги, мы этому будем учиться профессионально. Вы знаете, я говорю, я знаю только два языка. Русский язык вселенной. Вот я обучаю языку вселенной. Очень хорошо. Да, будете работать, соответственно, вот это все будете тренировать, и вы обучитесь этому важнейшему языку, и все будет легко получаться. А каналы восприятия – это один из каналов, где мы черпаем информацию от вселенной. Спасибо, мои дорогие, что вы приходите. Леночка, благодаря. Лиана, наставник сказал, что предыдущие два ангела были в помощь мне, а о новой твоя мудрость, поддержка, уверенность так было сказано. И, кстати, мой ангел назвал свое имя, его зовут Менси. Лианочка, какая прелесть, как здорово. Вот молодец. Уже вот продвинутый человек, который не раз приходит на марафон, она уже знает, что, как с ними взаимодействовать, в каком виде, это очень важно, я говорила, отметить. Запишите, пожалуйста, как это происходило. Мои дорогие, пишите сейчас отчет. Чем больше вы лучше ответите, тем, соответственно, у вас есть шанс выиграть наш замечательный приз. Давайте сейчас вот это прямо как раз вам… Так. Так. Еще двум счастливчикам я отвечу на их… Вот так. Значит, условия розыгрыша сейчас. Да. Значит, что вам нужно сделать? Сейчас вы пишете отчеты. Молодцы. Так. Вокруг него еще пришли дети. Было много цветов, я ему подарила и детям. Ага, вот видите, как интересно. Так, друзья мои, теперь минутку внимания и осознанности. Очень важно. Значит, что мы сейчас делаем? Для того, чтобы вам получить шанс на одно безоплатное место, марафон ангельской азбука звуков, что вы делаете? Значит, первое, напишите комментарий в моей группе ВК под закрепленным постом марафон Полины Сухой. Вот так он выглядит. Вы проходите по ссылке, которую скинул Михаил. Она будет убегать, сейчас он будет ее кидать постоянно. Вы проходите по этой ссылке. Значит, там поставить лайк, вот на сердечко нажать. Обязательно поделиться на своей странице, сделайте репост, нажмите на стрелочку. Это очень важно, без стрелочек мы не будем учитывать. И потом вот в комментарии, вот здесь вот окошечко написать, что самого ценного вы взяли здесь на вебинаре сегодня. Какие озарения сознания. Если было все супер, засчитываться оно не будет. Некоторые потом обижаются. Я вам написала, меня не посчитали. И потом Миша под каждым поставит циферку. Первый, второй Миша поставишь, да? Первый, второй, третий, четвертый и так далее. А у тебя есть доступ там к группе, Миш? Ты сможешь поставить или просто вручную будем считать? Лучше, конечно, поставить. И вот таким образом вы сейчас, вот то, что вы написали, чем больше развернутый вопрос, тем он будет считаться. То есть ответ на то, что самого ценного вы взяли и техника. И после того, как вы здесь напишите, я еще кое-какие полезные вещи расскажу людям, если кто-то уже это сделает. И мы потом просто сделаем генератором случайных чисел. Кто выиграет? Миш, я это сделаю сама. Хорошо, ты мне скажешь циферку, я это сделаю сама. Генератор. Сейчас генератор случайных чисел. Вот так. И я сделаю это сама. Миша скажет, сколько человек. Ну вот мы ждем где-то 5 минуточек, 7. Так, Женя пишет. Ко мне в практику пришел ангел-хранитель в виде большого светлого существа с крыльями. От него шла чудесная энергия. Ой, Женя, супер, очень хорошо. Люда, я увидела какое-то чудо. Ко мне пришло 5 ангелочков маленьких. Я их очень хорошо видела. Еще с ними были их сопровождающие. Но его я не видела. Только ощущала. Я встала на колени. Мы с ними обнялись. И они все 5 пошли вместе со мной сюда для помощи мне. Шикарно. Людочка. Кто, кстати, напишите. До этого никогда не видел, не ощущала. Сегодня первый раз это произошло. Я вас всех поздравляю, у кого произошло это первый раз. Напишите, пожалуйста. Значит, у кого не получилось, друзьям нельзя отчаиваться. Еще раз говорю. Они всегда рядом с вами. Даже если ничего не получилось, они всегда рядом. Так, Ирина. Была тяжесть на сердце. Что это? Значит, мои дорогие, это всегда есть. Наши ангел-хранители обращают на что-то. То есть есть какая-то задачка у человека. Как правило, если это... В принципе, техника очень простая. Очень редко, когда у людей, у которых бывают какие-то вот такие неприятные ощущения в теле. Но если есть, во-первых, скажите своему ангелу, что спасибо, я получил. Значит, и тело свое выключи, скажи спасибо, тело, я благодарю тебя. Можно положить туда ручку. Это напоминание о чем-то. О чем это нужно расшифровывать. Нужны следующие запросы вселенной. О чем этот знак? И как бы в течение суток, допустим, дайте мне знать, расшифруйте, что это знак. О чем? Вот чем хорошо марафон, когда вы обучитесь вот этой связи, постоянно задать вопросы, получать, считывать ответы, вы уже будете четко знать. Некоторые люди вот как бы получают эти знаки и не знают, что с ними делать. Как дальше их развивать? И невозможно этому обучить за один вебинар, за один курс, то есть за один вот даже на стрим мастер-классы. Я как бы максимально делюсь. Мои дорогие, вот все, что я даю, это практически на марафоне, понятно, есть и фишки, которые сделают вам продвижение гораздо быстрее, практики. Все это в совокупности, группа наша, новые технологии какая-то, которые у нас в процессе нашей работы возникают, новые техники. То есть нам всегда это более системно, это, знаете, как посмотреть, пойти, как гимнастику делают люди, допустим, какую-нибудь китайскую или тайскую или что-то. И просто посмотреть, да, вот это, вот это, да, все понял, теория прекрасна. Или самому пройти эту гимнастику, да, и запомнить ее, и, соответственно, применять в течение, там, всей последующей жизни. И передать еще и своим детям, и своим внукам, и вообще всем людям, которыми вы взаимодействуете. То же самое марафон. То есть, по сути, вот, всю информацию в большей степени процентов на 90 я даю. Да, есть, конечно, еще раз говорю, техники, которые помогают ребятам в купе, и системная вот эта работа над, то есть каждый день вы выполняете и не меняете нейронные связи. Каждый день ты хочешь, не хочешь, ты меняешь новые привычки, встраиваешь себя, и это тебе помогает. И ты уже это как на раз-два расшифровываешь эти, эти всякие загадки, которые тебе Вселенная дает. Так вот, какое-то важное послание через тело получили, благодарю тело, отключайся, все хорошо, ангел-хранители дайте мне в течение, там, суток, двое, знак, о чем это послание. То есть, это может быть о невыполненном контракте, о том, что там не налажена связь. Это как вариант, я не знаю, нужно смотреть по картам или как-то индивидуально. Так, сегодня я почувствовала себя увереннее, еще и чище. Очень хорошо, Лозочка, я рада. Наташа Поленочка, у меня цепочка порвалась, еще перед практикой. Неужели ангел рассердился? Наташенька, ну почему рассердился? Вы знаете, у меня вот тут вообще была такая интересная история, давайте я свою расскажу. Пока идите, пишите там, как это называют, отчеты, потому что сейчас скоро будем разыгрывать. У меня была такая интересная история. Мне подарила одна девочка очень красивый колокольчик. Она говорит, вот когда, я, говорит, знаю твои желания, и говорит, когда вот он разобьется, тогда у тебя желание начнет сбываться. И тут недавно были у меня внуки дома с моими детьми, и я подхожу, значит, к этому колокольчику, и он вот так на две части развалился. Я его беру в руки, у меня такая радость, потому что это, как бы, да, мне условие такое было давно, да, вот как это произойдет, значит, все будет происходить более быстро. А у меня дочка увидела, она говорит, так, кто это опять разбил? Потому что внуки что-нибудь опять уронят, что-нибудь разобьют, что-нибудь, это нормальный процесс, если все хорошо. Я говорю, ты не представляешь, кто это делает, если это расслабил этого человека. Поэтому, если вы поставите программу, что вот когда у меня вот это что-то разорвется, разобьется, значит, к чему-то это. Может быть, это просто освобождение, то есть нужно всегда индивидуально это разгадывать. Я не знаю, что на цепочке было, какой символ, какой, может быть, уже давно от этого символа нужно отделаться, разделаться, это уже лишнее и прочее. У меня просто одна девочка говорит, слушайте, ну, как одену крестик с цепочкой, говорит, чувствую себя плохо вообще-то. Я говорю, ну, я говорю, слушай, может быть, тебе уже пора выйти из вот этого эгрегора, и, может быть, тебе это уже просто не нужен. Ну, и у ней по всем знакам пришло, что да, это лишнее. То есть она уже переросла, религиозная эгрегора, то есть, собственно говоря, она вышла на прямую связь с духовными наставками. Ей это уже не нужно. То есть вот эти посредничества. Так, у Гульнары было сегодня первый раз, и я очень и очень рада этому. Гульнарочка, я поздравляю души, это всегда очень трогательно, правда? Это здорово. Я надеюсь, что вот послушайте свою душу, придете на марафон, и у вас действительно пойдут еще больше изменения в этом направлении. Зариночка, а Зарине, что можно составить свою личную азбуку знаков? Да, и мы ее будем проходить как раз на… и эксперименты ставить, поймите, что вот просто, даже если скажу, это не то, но когда мы в группе начинаем рассказывать, а у меня вот такая азбука, а у меня вот такая азбука, а у меня вот такой пазл. И, соответственно, мы каждый друг у друга берем, и у нас получается вообще синергия, и вот это все мы изложим в книге. Вы представляете, какую большую помощь мы окажем Вселенной и всему человечеству. Это будет просто… Друзья, невозможно оценить наш проект, который мы сейчас делаем. И вы будете представлять, участвовать, и вы будете говорить своим внукам, давая им книгу про знаки, да, мы, как правило, говорим, Машенька, это же вот тут я, на этой страничке, это мой опыт, я внесла, и это помогает людям. Вы представляете, какой у нас значимый проект, и духовные наставники, и ваши, и очень высокого духовного уровня они будут курировать. Это, друзья мои, это будет мощно. Обязательно участвуйте, вот выделите время, выделите средства. На самом деле 3000 – это достаточно такая цифра подъемная, которая поможет вам не только помочь себе, но еще всему человечеству. Ваш опыт будет очень важен, ценен, и он будет действительно помогать. Леночка, у меня ангел большой сказал, что всегда была рядом. Мы даже показали эпизоды из жизни по молодости, когда я еще далеко от всего этого была. Как они мне помогали через других людей, через картинки, книг. Супер, супер. Это очень трогательно. Леночка, это вообще шикарно. Алиночка Михайловна, благодарю за дублирование вопроса. Сейчас получше, Алиночка, как? Ира, у меня сидел в колене гном-шут, веселый-веселый, попрыгал по мне, а потом почувствовал, что их оказалось несколько. Они мне веселее. Да, Ирочка, значит, тут актуально, чтобы быть нам в позитиве. Так, Ксюша все сделала, молодец. Мой ангел выглядит, как обычный парень. Вышел, обнялись, как старые друзья, но сегодня ощущалось присутствие еще кого-то. Видела очень плотный синий цвет. Ой, сейчас мурашки, Яночка. Вот смотрите, вот она правильно говорит, ощущался, как свой парень. Это действительно так. Вот есть наши духовные непосредственно кураторы. Мы будем говорить, кстати, о том, что ангел-хранители не только есть в таком виде на том-ком плане, но еще ангел-хранители среди людей. И это действительно так. Мы об этом завтра будем говорить. И то, что сейчас есть такое присутствие плотного синего цвета, это не просто так, Яночка. Это действительно тоже знак определенный и очень хороший. Я это чувствую, я это знаю. Так, Михаил, да, трудно, Поля, не увидеть. Очень много сообщений. Ага, да, 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 да. Розыгрыш ВКонтакте. Давайте еще раз, да, Миша, продублирую ссылку ВКонтакте. Куда пройти? Еще ждем две минуты. И там как у нас прибавляются комментарии, перепосты. Яночка, сегодня пришел совершенно другой ангел, курица-носетка. К ней бежало много маленьких желтых цыплят. Такое тепло, уют. Не просто так, мои дорогие. Записывайте эти пазлы. Это тоже мы будем разгадывать на марафоне. А тот, кто на марафон не приходит, то задавайте пространство. Такой вопрос. Почему для меня ангел-хранитель пришел в таком виде? Что это за такое интересное послание? И потихонечку вам будет с Леной давать возможность знаками еще раз расшифровывать эти послания. Еще раз говорю, вот этому нужно обучаться. Многие видят, но не могут понять, растолковать, к чему это. А мы как раз и будем учиться. Алина, а потом будет книга, по книге будете учиться. Но в марафоне всегда лучше. Так, Алина, я так и поняла. А сегодня, значит, так нужно. Да, Алиночка, точно. Елена, ангел пришел в виде птицы вроде белого цвета. На вопрос, всегда ли ты рядом со мной, ангел ответил. Да, конечно, когда я обнялась с ангелом, почувствовала прилив сил. Такое ощущение внутри, как будто я полетела на качели. Очень хорошо. Ага. Так, ну я по поводу условий еще раз говорю. Сейчас Миша еще раз скинет ссылку. Вы проходите по ссылке. И вот условия написаны у нас на слайде. Написать свой комментарий в моей группе ВК под закрепленным постом. Он выглядит вот так слева, картинка. Значит, поставить лайк на сердечко, нажать на стрелочку репост, поделиться на своей страничке. Она должна быть, значит, репост сохраняться до у нас 10-го числа. И, соответственно, у нас написать комментарий, что самую цену важного вы здесь получили. Валя, первый раз получила такую информацию. Полина, благодарю. Валя, очень приятно, что вот вам она зашла. Приятно очень. Так, Наташа. Мой наставник стоял слева от меня, а за ним стояли еще. Он просто протягивал ко мне руки, но подходить не стал. Даже сложилось впечатление, что не мог, что есть какая-то невидимая преграда. Стена, что ли. При этом шел невероятный поток энергии с лучами. Очень хорошо, Наташенька, супер. Наташа зашла в пространство, которое светило с круга на фиолетово до сиренево. А там цвет и бабочки необычные, красивые. И от них тоже исходило такое свечение от фиолетово до сиренево. И от меня в этом пространстве исходили эти сияющие круги. Пришел ангел светя. Очень хорошо, Наташенька, супер. Ирина, когда говорят, что рвется цепочка, это снимается какой-то груз. Это хорошо. Ну, вы поставите себе программу. Да, порвалось, значит, это к лучшему. Понимаете, я всегда ставлю себе нужные программы. Перебежала кошка. К счастью, к радости, к гармонии. Сами себе будьте уже программистами. Так, вопрос выше. Алина, Полечка, почему мои ангелы в образе детей приходят? Ну, Алина, это тебе нужно узнавать. Я же не знаю. Вопрос задай в пространстве и собирай знаки. Ну, в ближайшие времена тебе точно это. Ну, у них спроси. Кто же знаешь? Ты была в Джанхуте. Ты так в практике, у тебя так вообще получается? По медитацию под мой голос пошла, спросила. Ребята, ну что? Что должна понять-то, зачем? Кстати, Ирина, была тяжесть на сердце. Что это? Ну, это я как раз говорила, Миша. Да, 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 да. Я говорила о том, что... Или у меня уже повтор что-то я... Так, меня приобняла у Юлия. Ну, вижу только крылья бабочек и цветы. Во сне вижу разных, а так не вижу. Это значит, только во сне общаться с ними могу. Просто Юлечка через сон более открытая. То есть сознание блоки уходит, и в этот момент они могут больше донести информацию. Просто нужно разогнать свои каналы, больше доверять. Очень часто мы просто не доверяем. Вот сознание нам мешает. Наше сознание нам мешает. Так. Ага, Яночка, извиняюсь за разрыв рассказа, просто не писалась дальше. Нормально, тоже хорошо. Так. Вот ангелы в виде детей, это актуально. Значит, вам нужно обратить внимание, значит, не знаю, что... Мои дорогие, вот не могу сейчас вам точно сказать, потому что это настолько всегда индивидуально, настолько это. Ну, почему? Ну, вот могу сейчас давайте спросить, на что обратить внимание. Так. Какую карту возьму? Сейчас, подождите. Давайте я возьму послание феи. То есть почему, на что нужно обратить внимание? Это как один из пазл. Мы завтра будем с этим работать, но сегодня не беру. Вышло три карты. Из трех карт я сейчас возьму по интуиции. Осенью все сойдется, и вы соберете обильный урожай. Это сейчас для тех, у кого приходят дети. Я не знаю, но осенью все сойдется. То есть должно как-то все это дело разрешиться. Кто тут у нас? Ребенок? Ну, тоже ангелочки, такие феи, и тоже, по-моему, ребенок. То есть, кстати, вот тоже фея такая в виде ребенка. То есть, ну, что-то сойдется. То есть все говорят, все сойдется. Итак, мои дорогие. Значит, давайте, Миша, сколько нам чего? Сколько народу? Ага, да-да-да. Миша говорит, что оплаты видим, отпишутся. Если в течение суток ничего не придет, соответственно, тогда уже пиши Миша. Поняла, пойду узнавать. Ага, Алиночка, супер. Так, Маша говорит, прокомментируй. Миша, пока скажи, сколько, и мы сейчас уже будем разыгрывать место. Прокомментируй, пожалуйста. У меня... А, подожди, мы не сегодня разыгрывать. Вы сегодня пишете, а через третий день мы разыгрываем. Да, то я уже пошла. Это мы в третий день. Значит, Маша, сейчас я двух человек выберу. Самые лучшие ответы, которые мне понравятся. Я пойду посмотрю как раз, что там написали. И я выберу двух человек, которые сейчас здесь написали, и им отвечу на их вопрос. Значит, прокомментирую. У меня сны все время такие сумбурные. Ничего не понятно. Куча какого-то народа. От них у меня часто некомфортные ощущения. Хочется, чтобы ощущения от снов были приятные. Закажи. Во-первых, ну, спроси, пожалуйста. Миша, скинь ссылку на ВКонтакте, чтобы я сразу перешла. Значит, попроси, попроси, чтобы тебе наконец-то приятно. Если я заказываю иногда сны, мне действительно приходит. Не всегда. Значит, я понимаю, я в принятии. Значит, так и нужно. Вот. А с другой стороны, собственно говоря, тебе нужно понять, почему это происходит. А если пенсия 9 тысяч, можно разбить на несколько раз. Ксюша, да. Обязательно пишите. Мы идем навстречу. Да, у нас есть такая возможность. Есть такая возможность. Пишите с Михаилом, договоритесь. Так, значит, я смотрю у нас комментарии. Ой, сколько написали-то. Молодцы какие. Ну, я сейчас буду пробегаться. Не, наверное, это долго я буду писать. Давайте генератором случайных чисел. Значит, что я сейчас делаю? Сейчас я сделаю. Миш, сколько всего у нас человек? Напиши, пожалуйста. Генератором случайных чисел выберу двух счастливчиков. Да, да, да. Завтра будет цена другая, мои дорогие. Давайте еще раз я вам напомню. Значит, Миш, напиши, пожалуйста. Тридцать два человека. Очень хорошо, очень хорошо. Значит, генератор 32. И сейчас мы с вами сделаем. И двух людей. Значит, генератор. Все здесь, поэтому я всегда люблю. Двадцатое число. Кто у нас 20? Первый 20. И сразу пишем вопросы. И 21. О, как интересно. И сразу 21 у меня тут же. 20-21. Значит, тут же задаем вопрос, что я хочу узнать. То-то, то-то, то-то. Пишем здесь. И я сейчас по своему каналу через карты посмотрю. Возьму карты диалог со Вселенной. А вы, мои дорогие, сейчас обязательно тоже поставьте свой запрос, который хотите. И вам через мой канал тоже очень часто приходят ответы. Потому что я развернуто все время отвечаю. В этот момент мне приходит, как бы, ну, я сосредотачиваюсь на человеке. Кто же у нас счастливчики? 20-21 номер. Милая, я перестала видеть сны. То есть я перестала их запоминать. А раньше такие красивые, интересные, почему мне закрыли дусы в бессознательном. Это тоже нужно пространство. Своим анкелом задать вопрос. Это, соответственно, обязательно придут ответы. Мила, нужно просто начать вот эти знаки принимать. Так, почему не вижу? Мой вопрос. Подождите, а кто у нас? Наталья вот эта вот. Подождите, а то вы сейчас будете... Мне нужен 20-й. Напишите 20-й. Миша сейчас напишет 20-й. Кто и 21-й? Сейчас Наталья, я это сейчас не поняла. Мне сейчас обратные связи нужно от Миши получить. Светлана Парфиновича 21, да, Света? И 20-й у нас Ольга Бочарова. Ну, я уже сама залезла. Оля Бочарова. Она здесь, ну, наверняка. И Светлана Парфинович. Вот они мне сейчас задают вопрос. Да, 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 да. Так, Олечка, жду. Оля и Света. Два вопроса. А вы сейчас свои задавайте про себя. Пока давайте я сейчас настроюсь на нашу группу. И что же рекомендует ангел-хранитель нам сегодня? Ой, какой хороший пришел нам ответ. Называется он «Романтика». Так, а что вопрос от девочек? Романтика. Когда ты последний раз был романтиком и мыслил легко, как мальчишка? Так. Ты не пускаешь в свой мир состояние радости и высшего порядка. Прямо сегодня сделай поступок, от которого ты зажжешься новыми идеями, энергиями. И, конечно, появится ностальгическое ощущение полета и легкости. Это может быть что угодно. Вспомни, как ты это делал раньше. Или зайди в Google, или другой поисковик, и он тебе подскажет, как проявить свои романтические чувства к людям, окружающим миру и, главное, самому себе. И, друзья мои, и к жизни. И да, и буду очень рада, если пригласишь меня в момент радостных ощущений разделить твои чувства и эмоции. Повеселим все вместе. Я тоже люблю такие моменты. Закат, восход, приятная музыка, шарики, романтические записочки о любви, красота вокруг и внутренняя радость. Ух, классно. Бежим писать план действий? Я тебе помогу. Так, держать. Все мои действия направлены... Это вот девиз дня. Все мои действия направлены на созидание внутри романтических чувств и эмоций к себе и окружающему миру. Так, ну что? Ага, для Оли неожиданно. Это приятно. И Света хочет узнать свои предназначения. Нужно ли мне менять сферу деятельности? Значит, у меня специальная есть колода по предназначению. Здесь такие интересные карты. Ангелы, боги, богини. У нас, кстати, по-моему, тоже отсканировано. Мы тоже можем их использовать. То есть мы и будем использовать на марафоне. Эти карты будут нам помогать. Так, значит, я на Свету сосредотачиваюсь. Я направляю как бы запрос сейчас на нее. И сейчас я думаю на ее вопрос. Хочу знать свое предназначение. Света хочет знать свое предназначение. Нужно ли менять свою сферу деятельности? Сейчас вот то, что я буду... Так вот, я прям почувствовала, что это ее карта. И называется она «Ангел новой жизни». Вот-вот откроется новая увлекательная глава вашей жизни. Вот такая прелесть. Так, сейчас мы это... Светочка, еще я расшифрую. У нас есть специальная книжечка. Где наша книжечка? Где наша книжечка? Так, вот она книжечка. И мы сейчас найдем «Ангел новой жизни». Что мы берем отсюда? Может быть, название самой карты. Может быть, просто какая-то фраза. Может быть, просто одно слово. Может быть, общий смысл. Мы берем для себя то, что отзывается. Это очень важно. Итак, «Ангел новой жизни» прибыл сюда, чтобы возвестить о скором начале новой главы вашей жизни. В ближайшие дни недели вы начнете ощущать обновленную ясность ума и способность видеть цель и выбирать направление. Новые волшебные и увлекательные вещи начнут происходить по мере того, как вы интуитивно займетесь исследованием новых путей и возможностей. В ходе этого процесса вы откроете в себе такие стороны, о которых даже не подозревали. Войдете в этот новый восхитительный период вашей жизни и знайте, что прошлое навсегда осталось позади. Ваша жизнь будет постоянно изменяться и ваш удивительный дух созидания будет неуклонно поднимать вас к самым высоким сферам света и любви. Наслаждайтесь этим путешествием и всеми благами, которые ожидают вас на вашем пути. Но я хочу сказать, что если вы жили, вы чувствуете, что эта работа изжила себя и вы чувствуете, что уже что-то нужно менять в своей жизни, сделайте это сами. Потому что закон развития – это один из самых главных законов. И очень важно самому идти по нему, а не ждать, когда вас спинками загонят к своим изменениям. Обязательно это сделайте, мои дорогие. Светочка, вот отзывается, нужно поменять. Меняйте сами. Потому что мы сюда приходим развиваться, наша душа приходит, чтобы каждый раз научиться чему-то новому, испытать новый опыт, испытать новые эмоции. И вот этот застой в развитии, как профессиональным, так и личным, он, соответственно, очень быстро выражается в урезании финансовой сферы и подталкивание через коллектив. То есть коллектив начинает выживать. Если есть такие какие-то конкретные действительно знаки из внешней среды, то пора. Пора. Так, а теперь Олечка. Так, подождите, у меня же… Сейчас… Да, Оля. В чем мое предназначение? Почему ко мне все время обращаются люди с детьми особенными? Так, очень хорошо. Сейчас я сосредотачиваюсь на Олю. Олечка. И Оля Бочарова. В чем ее предназначение? Почему к ней все время обращаются люди с детьми особенными? Тоже по интуиции я выбрала карту. И называется эта карта «Богиня справедливости». То, что кажется несправедливостью, на самом деле является благом. И, кстати, вот не знаю, есть ли особенные дети. А что имеется в виду особенные? Особенные – это дети с талантливыми очень какими-то сверхпособностями? Или это особенно иметь в виду по здоровью? То есть есть какие-то ограничения? Здесь очень важно еще Олечку точнее. Так, у Светы мурашки. Чувствую, что надо. Но пока не знаю как. Светочка, отпусти. Тебе покажет пространство. Ты сделай заказ своим духовным настроением. Пусть они выводят тебя. И быть в потоке. Поток тебе обратная связь и целиная покажет. Главное быть в потоке. Так, Оля. «Богиня справедливости». Тоже берем отсюда, что отзывается. Так, это ангел, это богиня у нас. Сейчас, секундочку. Это у нас богиня. Богиня. Вы можете оценить какую-то ситуацию в своей жизни результатом несправедливости. Однако вас призывают поверить в то, что справедливость, которая является результатом естественной сбалансированности Вселенной, действительно существует. Справедливость обеспечивается универсальным законом причины и следствия, благодаря которому все в жизни находится в состоянии равновесия. Недавнее событие, которое вы считаете проявлением несправедливости, на самом деле является скрытым благом, призванным направить вас к высшей цели. Вполне понятно, что в данный момент вы не можете осознать его полезность. Однако богиня справедливости пустит вас отказаться от сильных эмоций и обид, которые вы связываете с этой ситуацией. Доверьтесь ей. Если вы перестанете цепляться за эту проблему, она поможет очистить ваш путь и создать пространство, в котором произойдут какие-то чудеса. Так, Оля, сейчас мне Оля нужна, аутисты. Вот, смотри, тогда все правильно, мне сразу мой свет пришла. То есть, смотри, ты можешь этим родителям донести, что все в этом мире справедливо, что есть причины и следственные связи. Если ты будешь рассказывать об этом, об высших законах, что нужно принимать своих детей, нужно принимать это как данное, что есть или кармическое заболевание, кармическая болезнь, есть миссия. Есть вот, ну, то есть во всем мире все справедливо. И, возможно, ты являешься здесь помощником, миссионером, помочь этим людям рассказывать о законах мироздания и, соответственно, приводить их к гармонии, к спокойствию и помощи людям. Ну и вот, сейчас где мой майкинг? Сейчас я это проверю по... Скажи, пожалуйста, по Оле. Это действительно так, как я это говорю? Она миссионер, она должна помогать, рассказывать и родителям, и вот этим людям о высших законах. Так, Ляночка, и все есть, очень рада, я поняла, что Ляночка оплатила. Светлана, идете по знакам, точно попадете, куда нужно. Вот, Миша тоже знак один из этих сказал. Так, Оля, у меня даже класс дали в этом году. Ну, Оля, ну, тебя просто вообще толкают и ведут, тебе дают пространство. Вот, тебе нужно изучить, вот очень важно, ключ ко всем дверям, правила игры мироздания, изучай и доноси эти знания людям. И там же конкретные инструменты, как им помочь. Ведь не просто так у меня знания, которые я даю, то есть просто знания и теория. Там есть пошаговая методика, там есть технология, как, собственно говоря, быть в гармонии, спокойствии, в принятии, безусловно, любви к Вселенной. Олечка пишет, пришла в разобранном виде на интенсив. Атмосфера сейчас после мастер-класса и крыши кураторов творят чудеса. Сегодня себя раздала до капли. Здесь же напомнилась низкий поклон. Олечка, прям вот, как же ты правильно сказала? Дело в том, что в этот момент мы на связи с духовным миром. Этот канал открывается и действительно идет энергия, идет вибрация, идет наполнение. Это действительно так. И здесь праздник у нас всегда. Приходите почаще. Олечка, все время приходим? По-моему, да, да, я вот этот ник вижу. Это кто у нас первый раз пришел, то приходите всегда. У нас завтра в 19 минуты. Давайте сейчас расскажу, что мы завтра будем с вами проходить. Значит, кто еще думает, друзья мои, у нас завтра будет уже стоимость другая. Значит, так, 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 так. Про тренинг по раскрепощению в Турции я свободен. Я расскажу немножко подробности завтра. Наверное, может быть, послезавтра у нас будет шикарный выезд. Кому интересно, вы присоединяйтесь к нам. Вот. И сейчас давайте на завтра, что у нас второй день. У нас будет, как видите, понимать подсказки знаков от ангелов. Как бы для быстрого выхода к удаче, на свой предназначение, к наилучшему решению. И практика по метафорическим картам. Получение подсказок от ангелов. Через карты мы будем работать. Через вот этот инструмент, который завтра вы кто-то освоите. А кто-то уже его знает хорошо. Да, Лена говорит, что рядом с Алиной всегда тепло. Так, Аксиша, после марафона легкость такая внутри. А сколько будет стоить марафона? А завтра сколько? Он подорожает. Я не помню, сколько. Нужно смотреть. Но в любом случае он будет уже подороже. Вы можете зафиксировать сегодня. Сказать, что там Миша там... То есть в течение вы зафиксируете, в течение трех дней, четырех, вы можете оплатить. Вот, 3490. То есть это стоимость. В любом случае вы можете сегодня его зафиксировать. Просто написать на почту, что да, я там обязуюсь в течение трех, четырех или сколько там дней оплатить. И, соответственно, вы так фиксируете. Да, да, написать Миша на почту. Да, Ксюш, значит, давайте сейчас я еще вам расскажу следующую вещь. Так, двух шесть липчиков мы уже выбрали. Значит, взаимодействие с духовными наставниками. Практика сонастройка ангелом на каждый день. То есть есть проблема, то есть решаем ее вместе с наставником. То есть у нас нет проблем, у нас есть задача, да. Сейчас Мишенька скинет почту. И, значит, привлекаем внимание своего духовного куратора или ангела. Прошу тебя, будь со мной рядом. Да, все, вы его привлекли, он рядышком. Для потерявших веру в сложные моменты жизни просим. Укрой меня позитивной энергии. Дай мне знать, что ты рядом. Следим за знаками из реальности сны. Слушай внутренний голос. Или просто, может быть, зайти ребенок. Или зайти, позвонить человеку, он скажет, слушай, ну что-то. То есть ангела у нас же в реальности очень много. Поэтому будьте внимательны к знакам. Нужно все записывать, мои дорогие. Я всегда говорю, вот заведите дневник мудреца, заведите дневник знаков, да, или там знаки судьбы. Вот мы, наверное, заведем дневник, мы его так назовем. Потому что я еще как-то не говорила. То есть на занятии мы еще не приписали. Так напишем знаки моей судьбы или мои знаки судьбы. Но неважно, сам главный смысл, нужно все записывать. Это главное условие, чтобы все у вас потом понималось. Будете записывать, будет вам счастье. Не будет, соответственно, нет. Но вот единственное, что кто не идет на марафон, вам спросить будет не у кого. Ну вот в течение трех вебинаров, двух уже, да, соответственно, вы можете мне писать. То есть можете спрашивать и писать вы можете. Но я всегда радуюсь за системное обучение. Друзья мои, вот обучаются английскому языку, китайскому, да, там, французскому и там еще какому-то. Даже вот немому, да. А это язык вселенный, его можно знать каждый. И наша задача как раз с вами сделать эту помощь, оказать эту помощь людям. Через ту книгу, которую мы будем писать вместе. Мы будем сотворцы. Вы представляете, ваша, давайте, ваша фамилия будет на на вечно увековече. Вечно в книге. Книгу еще пока даже, мы даже название книги будем вместе с вами придумывать. То есть это будет вообще супорчество, будет волшебно. Так, что там по всем вопросам, пожалуйста, напишите нам на почту. Благодарю, сегодня очень насыщенный день, получила ответ на вопрос. Вы очень крутая, такая неожиданность, но очень приятно. Спасибо, Оленька. Спасибо, я поняла, что вы первый раз к нам забежали, да? Это круто. Яночка, я познакомилась со вторым своим наставником, благодарю. Очень хорошо. А, фамилия с... Да, 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 фамилия с... Да, я все поняла про что, Миша. Конечно, фамилию вы разрешаете. И, соответственно, я вам рекомендую очень фамилию там свою ставить. Потому что это действительно, это... Вы же потом будете гордиться этим, своим детям показывать, внукам, знакомым. Вот моя фамилия. Я внес вклад всему человечеству. Ну, давайте заканчивать сейчас. Света пишет, Полечка, скажи, пожалуйста, можно ли разбить оплату на курс знаки ангелов для меня? Я сейчас смогу полторы тысячи перевести, остальные часть после 12-го четвертого будет приходить. Плюс перевод на заэзотерическую, так как после 12-го четвертого дублирую СВК. Светочка, думаю, что да. Хочешь прям конкретно на курс знаки уже ангелов? Да, да, да. Еще раз говорю, тот, кто пойдет на марафон, а потом на курс, мои дорогие, вам реально там будет очень большая скидка. Потому что я не знаю, говорить ее сейчас или нет, или вам будет сюрпризом. И у вас там все будет очень хорошо. Ксюша, а когда будет розовое бесплатное участие? Третий день, 3-го числа. Верните, пожалуйста, слайд не успела записать. Так, ну давайте я вам перекину. Вы его скрините или фотографируете, потому что писать от руки бывает долго. Сфотографировали все? Давайте. Вот. Все, мои дорогие, не говори. Ладно, молчу. Будь терпиза. Вот у меня аж даже уехал мой балантинчик. Я его верну на место. Итак, мои дорогие, будет приятно шокировать. Да, 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 это точно, я согласна. Ну что, у нас сегодня очень, давайте еще одно нам хорошее послание, значит, для тех, кто ищет отношения. Мои дорогие, давайте вот, кто хочет или улучшить отношения, что нам рекомендует ангел-хранитель. И на этом завершу. Ой, слушайте, у меня прямо вылезла еще другая карта. И называется она, друзья мои, гибкость. Гибкость, прям карта, да. Давайте прочитаем. Вообще одна из всех вот этой колодок, вот одна тут была, и ангел-свет, и нам они рекомендуют. Гибкость. Жизнь полна перемен и сюрпризов. Ваша задача двигаться синхронно с ними, а не против течения, создающие в вихре проблемы. Попросите своего ангела открыть вам разум, сердце навстречу новым идеям, взглядам и выбору. Если вы признаете возможность существования иных путей, невидимые доселе, двери откроются вам. И вы с легкостью переживете перемены. У каждой проблемы есть свое решение. Просто посмотрите на вещи глазами, полными любви и ожиданий, и жизненные силы наполнят вас. Вы почувствуете себя здоровым, живым и способным найти внутри себя необходимые ресурсы и мудрость, чтобы пережить все необходимые изменения. Аффирмация дня. Я свободен и гибок. Мои дорогие, это вам аффирмация на завтра. Ходите и повторяйте «Я свободен и гибок». Расширяйте свое сознание. Если вы считаете, что вы недостойны чего-то или в вашей жизни этого не может произойти, этого и не будет. Это действительно так. Потому что вы сами сузили эти рамки. В моей жизни, возможно, все. Мне главное это хотеть. Итак, мои дорогие, до завтра. Я вас обожаю. Я вас очень люблю. И я вас жду. Я вас жду на марафоне, потому что он будет необычный. Все кураторы сейчас там вверху, более высокого уровня, они буквально в смысле... Они вот, знаете, они большие радости. И сейчас многие, кто там должен быть, они сейчас будут им тоже нашопать. Друг, ты чего? Сиди. Иди. Сидишь? Иди. Там ждет тебя удача. Да, мои родные. Спасибо за все. Спасибо за ваше желание двигаться, развиваться. Я вас очень люблю. Значит, просим ангелов-хранителей, чтобы они были рядом с вами, спали сегодня. В анимочку чудесные встречи. Действительно, это так. Все. И завтра встречаемся в 19.00. И обязательно, пожалуйста, перекиньте вот эту ссылочку на завтрашний вебинар. Кому-то своему близкому, кому-то она может спасти жизнь, кому-то она может дать второе дыхание, кому-то может вообще, ну, просто показать свет в конце тоннеля. Сделайте это, пожалуйста. И, конечно, запись распространяйте. Распространяйте, давайте, потому что сегодня вебинар был волшебный. Энергетика самая чудная. Она очень сегодня теплая, нежная, но очень высокого порядка. Ну, все. Я с вами не могу проститься. Спасибо, мои родные. Спасибо. Вы тоже чудо. Вы тоже чудо. Делаем чудеса дальше. Всех вас обнимаю. Всех вас люблю. До завтра. Завтра встречаемся в 19.00. Всем пока. И с ангелом, с ангелом ложимся спать. И завтра рассказываем, что у вас было за сегодняшний день. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok